сегодня опять вернемся на родину и поговорим о самом атмосферичном периоде советского и российского соответственно кинематографа который называется оттепелью я как обычно сначала опишу масштаб явления потом перейду к биографии героя а потом пробегусь по фильмам значит человек который сегодня будет фокусе внимания замечательный режиссер михаил калик который в принципе на родине практически забыт в массовом сознании его не существует не существует его по ряду причин одна из которых его эмиграция он когда-то эмигрировал в израиль картины его были 20 лет под запретом и несмотря на то что потом он вернулся его фильмы некоторые вышли в повторный прокат были выпустили выпущены на кассетах массовом сознании это имя так и не застолбила себя то есть все то что цензуре не подвергалась она как-то вошло в канон и мы мгновенно реагируем на имена название цитаты к сожалению фильмы калика являясь абсолютной классикой не только для советского кинематографа но и для мирового кинематографа в таком массовом сознании неизвестны книг о михаиле калике на русском языке нету есть один фильм документальный о нем но снят он в израиле и найти его в россии тоже очень сложно и тем не менее михаил калик это одна из ключевых фигур кинематографа вот теперь и того кинематографа который родился после сталинскую эпоху после того как усатый нянь покинул этот мир на радость миллионам и он входит в пятерку важнейших фамилий вместе с именами тарковского шукшина и шпаликова который канонизированы и выставлены в виде бронзовых скульптур при входе во вгик тем не менее вот сразу за ними идет фамилия михаила калик то есть он прямо вот в первой пятерке это даже не мое оценочное суждение это факт отепель очень интересное явление вообще весь период который начался сразу после смерти сталина 5 марта 53 года поскольку берия очень быстро подсуетился и ослабление режима и выпуск людей из лагерей начался буквально через несколько недель после смерти сталина по приказу берия он чувствовал себя в силах принять такое решение понимая что может нести ответственность но не понимая масштаб этой ответственности кончил он как вы знаете очень плохо как японский шпион расстрелянный лично маршалом жуковым по не опубликованным разговором и тем не менее оттепель наступила с подачи главного одного из главных сталинских палачей сталинского маршала лаврентия берия но само слово появилось чуть позже в 54 году когда был издан роман другой очень яркой фигуры всего сталинского и после сталинского такой же яркой фигуры после сталинского периода романа или еренбурга вот теперь собственно этот не это не большого небольшой роман он или даже повесть повесть от теперь она и дала удачно найденное название дало название всему периоду который формально длился вовсе не до момента смещения хрущева таким внутри партийным заговором шестьдесят четвертом году а считается что завершилась вот теперь в августе шестьдесят восьмого года когда войска стран варшавского договора были введены в прагу и пражская весна была задавлена не так кроваво как в пятьдесят шестом году была задавлена венгерская революция а до этого и революция попытка революции в гдр но тем не менее задавлена соответственно оттепель с пятьдесят четвертого года и до шестьдесят восьмого определенная инерция в кино оттепели существовала в литературе может быть в меньшей степени вся качественная литература после окончания оттепеля ушла в подполье потому что переломным моментом для диссидентского движения как которая противостояла официозу было его оппозиции переломный момент был 68 год хотя естественно диссидентское движение существовало раньше и судебные процессы над синявским и даниэлем шестьдесят шестом году и процесс над бродским все это уже вот такой жесткий раскол на публичную оппозицию и официоз создало и тем не менее в кинематографии после шестьдесят восьмого года определенная инерция заданная оттепелью существовала в том числе к этому имел отношение и михаил калек о чем я расскажу чуть позже в кино оттепель началась чуть позже чем она началась формально с момента смерти сталина с момента появления оттепеля повести эренбурга одним из первых фильмов оттепель считается картина пятьдесят шестого года то есть вот поскольку кино требует времени на съемку вот первые два года ушли на то чтобы кино оттаивала снималась и первые фильмы оттепель появились пятьдесят шестом году формально там это сорок первый знаменитая картина или там баллада солдате а потом уже летят журавли с его золотом в каннах сам михаил калек появился как режиссер как раз в пятьдесят восьмом году то есть он не является одним из первых режиссеров оттепеля и тем не менее для киноязыка оттепельного он сыграл принципиальную роль чем хороша оттепель что оттаивало в общем то потому что как известно сезоны сменяли и при сталине друг друга а что же было законсервировано законсервировано частично было идеологическим и террористическим прессингом государственного терроризма прессингом было законсервировано прежде всего сознание и конечно чувство сдержанность чувств любых даже в обычных человеческих отношениях это тоже был знак сталинской эпохи особенно последней части сорок шестого по пятьдесят третий год который собственно является периодом самого злобного заиндивения сталинизма потому что во время войны все-таки благодаря мощи тех событий которые происходили масштабу трагедии чувство конечно тоже дали себя знать оттепелью это назвать нельзя тем не менее чувствительность явно была трагедийность эпохи повышена так вот оттаивали прежде всего чувства и мысли и соответственно чувства и мысли это то что имеет выражение не только в общении людей но и в общении людей посредством искусства начало оттаивать искусство литература это начала делать быстрее эренбург и его оттепель как бы тут же демонстрирует что в литературе оттепель началась чуть раньше помимо этого конечно то что стали приходить из лагерей заключенные огромный огромная мощь всей государственной машины была тоже навалена и на искусство то есть возвращались выжившие деятели искусства в том числе и из кинематографа в том числе и михаил калек михаил калек во всех смыслах человек который выжил благодаря оттепели потому что он сидел о чем я расскажу тоже чуть позже и вышел из зоны из гулага в 54 году в апреле 54 года то есть он раньше как режиссер просто не имел возможности себя проявить какое-то время заняла адаптация его встраивание его нормальную жизнь если вообще возможно нормальная жизнь после гулага после выживания как известно шаламов считал это напрочь потерянными годами не считал никакую составляющую лагерного опыта позитивный считал это чисто чистой воды негативной трансгрессии у самого калека бы к этому было другое отношение но естественно он не сидел как шаламов 17 лет он отсидел два с половиной около почти три года тем не менее михаил калек дитя оттепель так вот оттаивали чувства и мысли и в искусстве они оттаивали за счет того что тот идеологический прессинг социалистического реализма последний период такого имперского антисемитского в том числе сталинского социализма он стал ломаться лед прежде всего идеологический лед и террористический лед стал трескаться и этот период характерен тем что стал меняться приспосабливаться для выражения тех оттаивающихся оттаивающих мыслей и чувств киноязык но не не только киноязык но мы говорим о кино поэтому киноязык киноязык как известно встраивается в некие жанровые формы и жанровые формы задает американский кинематограф прежде всего так вот в советском кино это было не совсем так жанровые формы американского кинематографа к советскому кино как бы не имели отношения. В 20-е годы, когда советский кинематограф был одним из самых актуальных кинематографов в мире благодаря авангарду, авангард предполагал, что те формы, в том числе жанровые, прежде всего, которые уже сложились, авангард обгоняет. Именно поэтому он называется авангардом. Поэтому привязать жанровые формы к авангарду невозможно. Он не работал с жанрами, формами, которые сложились. А авангард — это всегда нонконформизм. Соответственно, во время войны были какие-то прагматические задачи, и кинематограф был очень важным инструментом коммуникации власти и общества. И Сталин персонально курировал кинематограф во время войны. Там было несколько периодов изменения его интереса. Доведено это было до абсурда, до совершенно карикатурного сталинизма в кино, фильмом «Падение Берлина» Михаила Геловани. И тем не менее, привязать советский кинематограф во все его периоды к сложившимся жанровым схемам невозможно. Потому что, если мы можем вспомнить качественные комедии, образцами которых были голливудские комедии, и делал их Григорий Александров, будущий учитель Михаила Калика, с одной стороны в Авгике, а с другой стороны ученик Эйзенштейна, ученик и друг Эйзенштейна. Но говорить о качественной мелодраме не представляется возможной. Все остальные жанры слились к двум, помимо комедий, наверное, это была какая-то производственная драма, очень идеологизированная в формате, отформатированная соцреализмом, сталинским соцреализмом. И второй жанр — это был исторический фильм, исторический и историко-биографический фильм. Это был любимый жанр Сталина, он всячески его развивал, рулил персонально им, направлял режиссеров, менял сценарии, четко затачивал острие свои собственные, так сказать, травмированные собственным тиранством мысли и доносил ее до режиссеров. Как известно, Сталин был киноман, известно полное за все годы расписание его зала, где в Кремле он смотрел фильмы, известно сколько раз он смотрел фильмы, от чего он фанатил. Там есть фильмы, которые он по 17, по 37 раз смотрел. Большой фанат кино, чуть не угробил советское кино благодаря этому, задушил в объятиях. Так вот, говорить о жанрах из-за этого невозможно. Комедия, производственная драма и исторический, историко-биографический фильм. Все, что мы имели после того, как авангард стал власти неинтересен, она перестала его поддерживать. Он стал трансформироваться в то, что Борис Гройс называет стилем Сталина. И вот появилась удивительная брешь между тем периодом, когда оттепель откатила назад, когда войска были введены в Чехословакию и начались снова заморозки, заморозки Брежневского застоя и между падением сталинизма как идеи. Вот в эту брешь, благодаря тому, что не было устоявшихся жанровых схем, бросились молодые режиссеры, прежде всего молодые режиссеры. Они были открыты к экспериментированию с киноязыком. И благодаря тому, что они были открыты к эксперименту, оттепель, и сложившихся жанровых схем нету, а те, которые были до этого, стали неактуальны в значительной степени после того, как сдох Иосиф Сталин. Это дало возможность развивать эксперимент в языке. И прежде всего этот эксперимент развивался в сторону разрушения нарратива. Это был самый золотой период советского кино, когда нарратив, который к тому моменту, благодаря англосаксонскому кинематографу, благодаря общим тенденциям в звуковом кино, которое, в общем, всего пару десятилетий как царило, пару-тройку десятилетий, благодаря этому можно было этот нарратив, который был доминантной эстетикой, сокрушить. Сокрушить рождением чего-то нового не только в жанровой схеме, но и, прежде всего, вообще в общей схеме линейного нарратива. И вот одним из пионеров вот этой деконструкции линейного нарратива, сложившегося как доминирующей эстетикой, к сожалению, до сих пор являющейся доминирующей эстетикой, почти уже тотально доминирующей. В мейнстриме так нет другой эстетики, кроме линейного нарратива, естественно. Так вот, одним из пионеров такой деконструкции языка, к которому еще тогда в кино не подобрали правильные термины эстетические, при том, что понятие поэтика языка и обсуждение этой поэтики началось еще с 1927 года, с периода авангарда советского, с периода, когда авангардом была в том числе научная литературоведческая деятельность, и группа Апоя, Станянов, Шкловский, собственно, занимались в том числе поэтикой киноязыка. И книга 1927 года, это книга написанная, небольшая книжка, ее можно найти в сети, написанная Виктором Шкловским. То есть поэтика языка, киноязыка, поэтика киноязыка книжка называется, она уже обсуждалась. То есть было четкое понимание, что кино — это язык, еще на уровне немого периода кино, естественно. Он писал ее до 1927 года, она только была напечатана в 1927 году, и как раз звук пришел в 1927 году. Но вся дальнейшая ситуация в советском кинематографе — развивать эту тематику на каком-то продвинутом научном уровне не дало, поскольку опоязовцы кончили обвинениями, к ним предъявленными обвинениями в формализме, и этот формальный язык в науке отступил. Соответственно, и здесь произошло заиндивение, наука не развивалась, и наука же иногда может двигать киноязык. Те из деятелей кинематографов и режиссеры, сценаристы, которые изучают материал, они могли бы двигать свой киноязык, практический киноязык под влиянием научных каких-то разработок, теоретических изысканий. Такой возможности тоже не было. И вот такая возможность появилась. То есть, с одной стороны, это второй золотой период советского кинематографа после авангарда 20-х годов с его классиками. И при этом прямого наследования авангарду 20-х годов не происходило, поскольку этот период паузы, заиндивение сталинского дал возможности как-то выдохнуть и начать эксперименты в других направлениях. Вот Михаил Калик был одним из таких людей. Теперь я перейду непосредственно к его биографии. Поскольку, что такое оттепель, я объяснил и периодизацию ее зафиксировал. В эту периодизацию довольно плотно укладывается и творчество Калика. Надо сказать, что Калик, как всякий еврей, конечно, никакой не Михаил, а по паспорту он всегда был Моисей. Моисей Наумч Калик. Он из такой плотной еврейской семьи. Его отец Наум Калик. Выходец из малообеспеченных ремесленных слоев. Имел брата, поскольку еврейские семьи в черте отседлости были многодетными. Вот у него был брат. И этот брат в какой-то момент в период экономической ленинской оттепи или в период НЭПа, новой экономической политики, втянул его в некое предприятие коммерческое, которое привело к тому, что отец Наум Калик попал под уголовную статью. И как результат он был сослан на север России, на русский север, в Архангельск. Соответственно, Моисей Наум Чалик родился в Архангельске. А отец его был в послереволюционные годы, в годы 20-е, в годы авангарда. Он примыкал к пропагандистскому течению синеблузников, к объединению синей блузы, к театральному объединению. Занимался театральной пропагандой. Потом это вылилось в его деятельность в области режиссуры кукольной. И он был уже к тому моменту, когда родился Михаил в 1927 году в Архангельске, он уже был театральным режиссером, не только театральным, но и кукольным театральным режиссером. И одним из создателей Архангельского театра революционной драмы, так называемого «Трама». Как известно, первый «Трам» возник, естественно, после революционной годы в Петербурге. То бишь в Петрограде на тот момент, потом в Ленинграде. А вот его продолжение было в Архангельске. И рулил этим, в частности, Наум Калек. Мать была с точки зрения своих интуитивно-интеллектуальных способностей. Звали ее Лея Либа, очень интересное еврейское имя. Она была более продвинутой и по признанию своего отца, и по признанию сына, более продвинутой особо. Прежде всего потому, что если отец в 20-е годы верил во все эти большевистские штучки, участвовал в пропаганде, то мать не верила этому, ничему не могла верить генетически. Она была из богатейшей киевской семьи, из очень высоких слоев. И сохранились воспоминания о бабке Моисея Калика, которая во время киевских погромов нанимала самые дорогие гостиницы в Киеве, селила туда всю свою семью и всех друзей евреев, выставляла из жандармов заслон перед гостиницей. И когда выходила на балкон смотреть, что происходит в Киеве, все ей отдавали честь. То есть вот такая женщина была яркая, и такая же яркая была женщина, или либо Калик. Потом это проявлялось очень во многих обстоятельствах. У Калика был период алматинской эвакуации. И в алматинской эвакуации, как вы понимаете, барачная жизнь, отсутствие всего, что нажито честным трудом, малое количество имущества, необходимость выменивать это имущество на продукт и голод, поскольку. И вот она проявила чудеса хитрости, изворотливости, настоящий еврейский и житейский характер. Вот такая разная семья, и, естественно, склеивала их любовь, потому что, естественно, семья была против того, чтобы богатая невеста выходила замуж за такого невзрачного жениха. Но жених был ветераном Первой мировой войны, пришел с ранением в ногу, и если бы свадьба не состоялась, был бы большой скандал. Соответственно, семья согласилась, скандала не случилось, и любовь длилась долго или вечно. Похоронены родители Калика в одной могиле, похоронены им. Отец похоронен в 1950 году, мать в 1970 году. Вернувшись в 1989 году из своей уже эмиграции, Михаил Калик первое, что сделал, естественно, посетил могилу родителей. Год прожили после рождения Моисея Калика, его родителей и их сын в Архангельске, в Архангельской ссылке, и вернулись в Москву. И начинается такой яркий период жизни этой семьи с поездками в Киев. Киев такой был важный город, а семья была родом оттуда, семью там знали, как минимум семью матери. И воспоминания Моисея Калика хранят как киевские эпизоды, в том числе драматические, так и эпизоды московские. Так, к примеру, главой Вооруженных сил Украины или Украинской Республики, Советской Социалистической Республики, на тот момент был Екир. Как известно, в Сталинские заморозки Екир стал одной из самых важных вместе с Тухачевским и Блюхером жертв репрессий в армии. Вооруженные силы были обезглавлены, и одной из глав этих вооруженных сил, как минимум на Украине, но и не только на Украине, был герой гражданской войны Екир. Вот у него был заместитель. Заместитель был мужем сестры матери Моисея Калика. Естественно, в момент, когда сестра... Да, и он приезжал часто, этот муж сестры матери, приезжал часто в Москву. Поскольку он был из руководства вооруженных сил, его возил шикарный кабриолет с шофером, и он часто возил своих родственников. Моисей это запомнил в разных воспоминаниях. И в одном из своих фильмов он этот эпизод реконструирует. Прогулки по Москве, вот в таком кабриолете шикарном. Это был очень яркий военный, очень высокий. И когда семья гостила в Киеве, сестра матери узнала, что он расстрелян, он был быстро арестован и расстрелян, и она выбросилась с третьего этажа. Тогда этажи были повыше, высокие потолки, она разбилась. И Моисей Калик очень запомнил, как его мать ночью кричала, узнав о том, что сестра ее покончила с собой. Вот так вошли репрессии сталинские в жизнь этой семьи. Все это зафиксировано в мемуарных текстах. Он не писал книг, Моисей или Михаил Калик, он оставил некие мемуарные тексты. Один из текстов называется, самый, собственно, важный текст, помимо интервью, осталось много интервью. Михаил Калик ушел от нас в 2017 году, прожив огромную жизнь, 90 лет. Он написал такой текст, называется «Страницы жизни абстрактного гуманиста». Он себя называл абстрактным гуманистом. Возможно, это кто-то ему подклеил из его критиков, из бюрократии хрущевско-брежневской. Но, во всяком случае, вот он в кавычках в названии своего мемуара «абстрактный гуманизм» зафиксировал, поскольку чувствовал не только иронию по отношению к этому термину, но и с родством. Сталинские репрессии. Вот они вошли таким образом. Теперь человек из театральной семьи, отец, режиссер, естественно, в еврейской семье, значение отца велико, и Моисей стал двигаться в направлении заданным отцом. И в Москве свои первые учебные опыты он реализовывал, поступив на театроведческий факультет Государственного училища театрального искусства, известного под аббревиатурой ГИТИС. Модная эпоха аббревиатур 20-х годов завершилась, но многие аббревиатуры остались. И до сих пор работают некоторые из них удивительным образом, устойчивые. ВДНХ или ГИТИС – живые аббревиатуры до сих пор. Вот он поступил на театроведческий факультет, и с 1946 по 1948 год он учился. Но тут есть определенная странность, поскольку, как я уже сказал, Калик, родившись в 1927 году, он хоть и относится к военному поколению, это типичное по возрасту военное поколение, но плюс-минус два года на фронт он не попал. То есть в огне Великой Отечественной войны этот юноша не сгорел. И он попал просто по возрасту, поскольку был малолеткой, попал вместе с родителями в... А отец продолжал свои театральные опыты, поэтому это была культурная интеллигенция. Культурная интеллигенция вся была эвакуирована, и большая ее часть, театрально-киношная интеллигенция, вся была эвакуирована в Алма-Ату. И в Алма-Ате, благодаря тому, что отец продолжал там свои театральные работы, был связан с актерским, сообществом, он случайно попадает на съемочную площадку шедевра советского и сталинского, и антисталинского кинематографа, шедевра мирового кино Ивана Грозного Сергея Изенштейна. Это вошло и в его мемуары, и как эпизод в один из его фильмов, он присутствовал на съемках некоторых ключевых эпизодов фильма. Он наблюдал весь момент репетиции, наблюдал работу Изенштейна с актерами, с мизансценой, с декорациями. И тогда уже вот этот вкус к кино, вкус к кинорежиссуру, в него проник. Но была проблема тогда же, когда и он почувствовал свой интерес к кино и кинорежиссуре, он почувствовал и интерес к тому, что мы можем назвать сионизмом. Он почувствовал себя евреем. То есть понятно, что он родился в еврейской семье, явно кто-то говорил в семье на идише, это был основной язык черты оседлости Российской империи, гигантской. И тем не менее, вот это сознание себя евреем пришло буквально на съемочной площадке в Алма-Ате, на съемочной площадке Сергея Михайловича Изенштейна, потому что там есть эпизод, который вошел тоже в мемуары и фильм «Моисея Калика», когда на съемочной площадке появляется такая суперрусская, разрусская, известнейшая актриса уже довольно древнего возраста, поскольку родилась, по-моему, в 1870 году. Евдокия Турченинова, такая мэтр актерского искусства русского. И, адресуясь кому-то из своих товарок, а это услышал Моисей Калик, она сказала, что, представляешь, русскую бояриню играет Сарафима, Серафима Бирман имелась в виду, одна из исполнительниц главных ролей Уизенштейна. Она говорит, хорошо, что царя играет не Соломон Михоэлс. И вот с таким бытовым антисемитизмом, причем укорененным на театральной почве, поскольку Михоэлс, естественно, Калик знал и ценил, это был корифей еврейского театрального искусства, а Моисей был и еврей, и из театральной семьи, то есть это было вдвойне для него важно, фигура Соломона Михоэлса была принципиальной для него, он эту фразу запомнил, и тогда вот почувствовал свое сродство с еврейством, а потом он уже стал по духу сионистом, и сидел он тоже за, в том числе, за отдельной строкой, за сионистский сепаратизм. Надо сказать, что почему он не стал ориентироваться на ВГИК, уже имея вкус именно к кино. Кино, как известно по вдолбленной в сознание масс цитате Ленина с отсеченным словом «цирк», является принципиально важнейшим из искусств. Важнейшим, прежде всего, для Ленина, как практика революции и революционного террора, основным инструментом пропаганды. И к основному инструменту пропаганды не подпускали людей с пятым пунктом в паспорте. Пятый пункт — это был пункт «Национальность». Национальность была у Моисея Калика еврей. С пятым пунктом в ВГИК подходить было почти бесполезно. То есть работал антисемитизм. Такой государственный. Особенно в тот период, после 1946 года, когда, собственно, начался государственный антисемитизм. Моразм Сталина, человека больного, буквально в физическом смысле, сказался на его сознании. И вот это сознание выплеснуло уже в последний период его царствования, его тирании, государственный антисемитизм. То есть в целом ксенофобию, но еще и государственный антисемитизм, который проявился в некоторых ярких акциях. Одна из акций — это дело врачей-убийц, кремлевских врачей, отравителей, которые в основном были евреи. Черта оседлости привела к высокой конкурентности, в том числе в знаниях, и к огромному желанию узнания у еврейского сообщества молодежного. Поэтому они после того, как... А да, избавиться от черты оседлости была возможность, поступив в университет. И поэтому конкурентность между ними была высока, поэтому значительная часть русской интеллигенции, в том числе революционной интеллигенции, была евреями. Это факт, это результат имперской колониальной политики, результат черты оседлости, совершенно уникальный результат, достигнутый именно в Российской империи и оставшийся таким шрамом на всей истории XX века, поскольку результатом черты оседлости имперской политики колонизации, внутренней колонизации, стала катастрофа Холокоста. Холокост, как известно, дословно переводится именно как катастрофа. Так вот, врачи-отравители раз, и во-вторых, конечно, уничтожение еврейского антифашистского комитета, которого возглавлял Соломон Михоилс, и загадочное убийство, известно сейчас, что это убийство, осуществленное сотрудниками НКВД, и убийство Соломона Михоилса. Соломон Михоилс был не просто главой еврейского антифашистского комитета, куда входил и Илья Эренбург, человек, которому Сталин доверял, человек со множеством лиц, агент НКВД в Берлине в 1920-е годы, а до этого анархист и друг всей художественной богемы десятых годов в Париже, блестяще владевший английским и французским языком, такое связующее звено между европейской, подлинной европейской, в том числе авангардной, и русской культурой. Но Соломон Михоилс был убит, но он был не только главой этого комитета, он был звездой киноэкрана, в том числе в комедиях Григория Александрова он играет, в частности в комедии «Цирк» знаменитый эпизод, когда темнокожего младенца передают из руки разных людей национальностей, поют каждый на своем языке ему колыбельную, в том числе Соломон Михоилс поет на идише колыбельную. Это была эмблематическая картина с любовью Орловой, периода сталинской эпохи Григория Александрова. И Соломон Михоилс также возглавлял Государственный еврейский театр, который носил свое имя, тоже в виде аббревиатуры, Госэт, Государственный еврейский театр. Он был главным режиссером Государственного еврейского театра, и театр находился на Малой Бронной. Сейчас этот театр отдали не очень приятному режиссеру Богомолову. И в театре в этом проходили проводы прощания с телом Соломона Михоилса. И на эти проводы попал сын театрального режиссера Наума Калика, Моисей Калик. И это очень сильно оставило на него впечатление. Он включает эти эпизоды в виде хроники в один из своих фильмов автобиографических. То есть это один из ключевых эпизодов. Если один из первых сознательных эпизодов был эпизод самоубийства сестры матери после расстрела ее мужа, второй эпизод — это Алмата, эвакуация, съемочная площадка Эйзенштейна, фраза Евдокии Турчениновой. Помимо этого. И вот следующий эпизод, ключевой, — это прощание с Соломоном Михоилсом в Госсете. 1948 год — это был уже год сознательного периода. И 1948 год — это последний год, когда Моисей Калик учился в ГИТИСе. Он театроведением больше не интересовался. Он решил окончательно стать кинорежиссером и пошел во ВГИК. Надо сказать, что он попал во ВГИК. Удивительным образом на собеседование с ним разговаривал другой известный еврей, но еврей, полюбившийся Сталину, Михаил Ром. С Михаилом Ромом, довольно просвещенный, Моисей Калик разговаривал об античности, полюбившейся ему. Они говорили о Софокле. Как вспоминал иронично свой разговор с Михаилом Ромом Моисей Калик, Софокл то, Софокл сё. Вот этот разговор привел к тому, что Михаилу Рому приглянулся Моисей Калик. И когда на обсуждении, кого берем, кого не берем, в коллективе руководителей ВГИКа, а поступал он именно туда, встал вопрос о том, что никак по пятому пункту этот еврей пройти не может. Надо, чтобы русские проходили, русскую культуру продвигали. Естественно, все это было на волне совершенно четкой государственной политики антисемитизма сталинского. Михаил Ром, бросая очки или ручку на стул, сказал, что Калик будет учиться. С Михаилом Ром не спорили, именно потому, что как-то так случилось, что он полюбился Сталину, участвовал в каких-то разговорах со Сталином, в каких-то телефонных разговорах со Сталином. В общем, его побаивались. И вот благодаря тому, что один еврей заступился за другого, еврей Моисей Калик попал во ВГИК в мастерскую Григория Александрова, брендового режиссера сталинской эпохи, автора знаменитых, очень грамотно, очень профессионально срисованных с голливудской эстетики после поездки в Голливуд, в том числе коллектива советских режиссеров и руководителей вот этих сталинских комедий. «Волга-Волга», «Цирк» и так далее. Сложился хороший коллектив во ВГИКе, в мастерской Григория Александрова. Этот коллектив был дружеский. Друзья собирались по квартирам. Тогда никакой, естественно, клубной жизни в Москве не предполагалось. И один из этих друзей приглашал в свою большую квартиру какую-то маленькую тусовочку, которая сложилась, в том числе с участием Моисея Калика. И они там обсуждали всякие вещи, в том числе обсуждали вещи, связанные с тем, что можно назвать антисоветское. Им не нравилась советская власть. Они обсуждали, как можно изменить ситуацию. И они понимали, что советскую власть можно только насильственным путем уничтожить. И открыто это на своих тусовочках говорили. И в том числе говорили, что насильственно персонально они, студенты ВГИКа и не только ВГИКа, могут это сделать. Ну как? Обращаясь к старой, в том числе еврейской, эсеровской традиции, могли делать бомбочки. Дальше мы могли делать бомбочки. Это дословно в своих мемуарах воспроизводит Моисей Калик. И дальше слов это, конечно, не шло. Это были разговоры. Но эти разговоры вылились в то, что один из друзей, Лева Головинчер его звали, Лева Головинчер, один из друзей, очень талантливый парень, как его вспоминает Моисей Калик, он их приглашал в свою большую квартиру, говорил, что тетка дала пожить в этой квартире. Квартира пустая, никого нет. А оказалось в реальности, что родители его расстреляли, и что НКВД пришло к нему и сказало, что если не хочешь пойти вслед за родителями, а он был ЧСИР, член семьи изменников Родины, то, пожалуйста, будь осведомителем. Сняли ему такую квартирку шикарную в центре Москвы. В этой квартирке он, затягивая нарочно, друзей собирал. Квартира была напичкана записывающим оборудованием. И вся эта тусовочка в итоге была арестована. Обвинены они были по классической 58-й статье. У нее было много подстатей. Ребятам повезло. Они, поскольку ничего практически не делали, а дальше разговоров не ушло, они не пошли по статье о терроризм 58.7, они пошли по статье 58.9, они пошли по статье 58.17. Это террористическая деятельность. Такая абстрактная. Не терроризм, а террористическая деятельность. И им инкриминировали создание антисоветской террористической организации, за что они получили смертный приговор. Причем у Калика было отдельное указание, что он еще сионистский экстремист, сионистский сепаратист, поскольку он вел какие-то уже тогда темы, связанные с... Тогда, как вы помните, в 1947 году было подписано на базе ООН такое... такое меморандум о создании государства Израиль. Подписано в том числе и Советским Союзом. Молотом персонально. И эта тема волновала умы тех, кто ощущал себя евреями, советских евреев в том числе. И такие разговоры на еврейские темы велись. Как вы видите, сам Лева Головинчер тоже был еврей. Так вот, у Калика было отдельное указание на то, что он сионистский сепаратист. Удивительным образом, как-то в голове сталинского руководства умещалось подписание меморандума о создании государства Израиль. То есть, такая совершенно четкая сионистская политика. Потому что сионизм — это объединение евреев на их земле в одном государстве. И при этом антисемитизм, в том числе борьба с сионизмом вот в такой форме. И создание еврейско-автономного округа в Сибири со столицей в Биробиджане. Тоже уникальная акция. Состоит с такой одновременной ссылкой и сионистским объединением евреев в масштабах Советского Союза. Так вот, статья эта, 58-я, она, как вы знаете, всех приводила к одному и тому же приговору, как бы он ни назывался, «10 лет без права переписки» или как-то еще. Это была статья «Расстрел». Так вот, военный суд, военный трибунал, поскольку речь о терроризме, это было подсудно военному трибуналу. Терроризм рассматривался только тройками военного трибунала. Вот военный суд, МГБ, Министерство госбезопасности, приговорил всю эту компанию, с пяти человек, по-моему, к смертной казни. И смертная казнь в какой-то момент, я уж не знаю, с чем это было связано, видимо, времена чуть-чуть начали оттаивать раньше, чем Сталин сдох. Им приговор смягчили и дали им, как вспоминает Моисей Калик, четвертак, 25 лет. И отправился он по пересыльным тюрьмам. Прошел он шесть тюрем, три в Москве, начиная с Лефортова, и потом три на пересылке, и сидел в Озерлаге, это один из лагерей системы ГУЛАГа между Тайшетом, ближе к Тайшету и Братском. Братск тогда еще строился только. И выжил, удивительным образом выжил, потому что не просидел там 25 лет, а всего два с половиной года, поскольку наступила оттепель. Характер, еврейский характер у Моисея Калик был, видимо, сильный. Он умудрился приспособиться, умудрился использовать свой опыт в зоне и работал писарем и дежурным в пожарной части в зоне, в зоне в Озерлаге было 2500 заключенных. Давали один раз в день черпак, как он вспоминал, такого между супом и кашей дроблянкой с кусками селедочных голов, которые иногда попадали, и один кусок хлеба. Ему приходилось хоронить заключенных, своих собратьев по лагерю. Все это вошло как мемуарный эпизод в его автобиографические фильмы «Возвращается ветер», который он снял после эмиграции. И можно было раз в полгода отправить одно письмо или открытку. Одна из его открыток, благодаря одному из друзей, который был по каким-то делам за пределами зоны, он умудрился эту открытку бросить в поезд проходящий. В общем, открытка пришла его матери, впервые она узнала, где он содержится, что он жив. И как-то она пошла по инстанциям. В какой-то момент Ворошилов, который тоже после смерти Сталина уже чувствовал, что жареный петух может ударить его в задницу. Маршал стал активно, при том, что его подпись, опубликованные сейчас, стоят на многих приговорах вместе с подписью Сталина о расстрелах, о коллективных расстрелах, экзекуциях, он стал подписывать некоторые письма, и на письме в деле Моисея Калика он поставил свою подпись «Рассмотреть в срочном порядке». И Калик был реабилитирован, но надо сказать, что его дело, как выяснилось потом, появилось именно в 1948 году, и на нем стоял знак ХВ, и это не Христос воскресе, а хранить вечно. То есть это дело сразу возникло в 1948 году на похоронах Соломона Михоэлса, потому что на похоронах, напротив театра на Малой Бронной, на крыше, играл еврейский скрипач, и, оглянувшись на еврейского скрипача, Моисей Калик прошептал «плач поубиенному», и один из его собратьев-студентов по ГИТИСу это услышал и написал донос. И вот в тот момент в недрах МГБ, Министерства госбезопасности, было создано дело, которое до сих пор хранится в ФСБ, дело Моисея Калика, и он об этом узнал после реабилитации уже, в 1954 году, вернувшись в Москву. Он вернулся в Москву в 1954 году, и, естественно, первое, что он захотел, это восстановиться во ВГИКе на третьем курсе, с которого его, собственно, в 1951 году и забрали в ГУЛАГ. Но восстановился он уже не в своей мастерской у Григория Александрова, поезд ушел за три года, восстановился он тоже с большим скрипом, поскольку ректор ВГИКа, когда его увидел, чуть не выскочил из своего кабинета, поскольку именно он чуть не лишился своей должности из-за всей этой истории со ВГИКовским, а не только ГИТИСовского, ВГИКовским антисоветским террористическим заговором, в который был вписан Моисей Калик. И поэтому он ему прямым текстом сказал, что я не хочу тебя восстанавливать во ВГИКе, это проблема для нас, для всех. Это тоже вошло как эпизод в автопиографический фильм «Возвращается ветер» Михаила Калика, роль ректора ВГИКа Аристарх Ливанов исполнил очень ярко. Но было письмо, официальное письмо Министерства культуры, инициированное письмом Центрального комитета КПСС, что всех реабилитированных восстанавливать мгновенно на всех должностях и в ВУЗах, откуда они были репрессированы, и выплачивать одномоментно двухмесячные жалования. В данном случае была стипендия в 44 рубля, на которую Моисей Калик купил маме штору. Отец уже умер, как я сказал, он ушел из этого мира в 50-м году. Поэтому во ВГИК удивительным образом он опять вернулся, но вернулся в другую мастерскую, в такую еврейскую тоже мастерскую, к Сергею Юткевичу, как ни странно, такому тоже франкофону, такому тоже лицу, проводнику в области не только кинематографа между французской, европейской и русско-советской, еврейско-советской культурой. И парадоксальным образом Юткевич был один из главных авторов лениняны. Ленин в Париже, Ленин в Польше и куча еще фильмов. Это фильмы его режиссуры. Тем не менее отношения мастера и подмастерия ученика были прекрасны, были теплые. Часто бывал Моисей Калик в гостях дома у Сергея с Юткевичем, они практически дружили. Один другого вспоминает очень тепло. Юткевич в 83-м году скончался. В автобиографическом фильме его играет Олег Ефремов. И там есть эпизод, где Юткевич говорит по телефону, по-французски, с прекрасным прононсом, с Луи Рагоном, с коммунистом, с сюрреалистом, одним из ярких поэтов сюрреализма в определенный период. И во время обучения он попадает ассистентом к другому замечательному еврейскому режиссеру, советскому, Иосифу Хейфицу, классику, одному из ярких режиссеров «Оттепели». Он попадает на классический фильм «Оттепели», на один из главных фильмов «Оттепели», «Дело Румянцева», ассистентом режиссера с Алексеем Баталовым в главной роли. То есть мастерские, где он обучался мастерству, были даже не только в советском, но в общем режиссерском уровне очень высоки. Уровень был очень высокий. Мастера были шикарны. И он получает возможность, как и каждый выпускник в ГИКО, снять дипломную работу «Полный метр». И «Полным метром» стал не просто фильм, а фильм по кондовой советской классике, по классическому роману золотого периода русской литературы, хотя не имеющего отношения к русскому литературному авангарду, по роману 1924-1925 года «Разгром» Александра Фадеева, такого персонажа трагического и отвратительного одновременно, персонажа, который является брендовым лицом социалистического реализма, персонажа, который был председателем Союза советских писателей, специально созданной организацией для контроля за писателями, за коллективным внедрением социалистического реализма, писателя, который написал, с одной стороны, канонический роман, социалистического реализма, с другой стороны, чистой воды фальшивку историческую на материале якобы документальном существовании организации «Молодой гвардии» под контролем созданной коммунистической партии в Краснодоне, полностью сфальсифицированный фактологический материал, при том, что многие имена, ну, основные все имена, естественно, реальны, но вся структура появствования сфальсифицирована, и сфальсифицированы даже действия некоторых реальных исторических персонажей, что привело к репрессиям этих персонажей. То есть предателем назначены были те в романе, кто пострадали от этого, а в реальности эти люди, собственно, и были создателями «Молодой гвардии», а не теми, кто предал «Молодой гвардии». В общем, это отдельная история. И персонаж трагичный, потому что не смирился с периодом оттепели наступившим, и, живя, естественно, в доме на Тверской улице, пустил в 1955 году, написав, осознанно, готовясь неделю, рассылая письма прощальные, всем пустил себе из пистолета пулю в голову, в письме четко написав, что идет оболгивание его и того, что происходило во времена Сталина. То есть человек, не признавший никаких своих ошибок. Удивительным образом, одна из последняя супруга и возлюбленная, соответственно, Александра Фадеева, была одной из ярких актрис, прожила огромную жизнь, умерла в 90-е годы, Ангелина Степанова, и играла одну из важных ролей в главном, на мой вкус, фильме Михаила Калика «До свидания, мальчики». Вот так вот парадоксальным образом судьба складывается. Значит, Разгром получил возможность после съемок выйти в широкий советский прокат. Это был первый случай в истории ВГИКа, когда в ГИКовская дипломная работа, учебный фильм, выходит в широкий прокат. И благодаря этому фильму, а в прокат он вышел под названием, под другим названием, назывался фильм… А, все, «Юность наших отцов» прокатное название. То есть, в принципе, есть постеры, на которых написано «Разгром», сохранились постеры, но фильм вошел в фильмографию Михаила Калика, как «Юность наших отцов». Там даже есть финальный титр, когда семеро героев на конях остаются в живых и стоят на горе, буквально как в седьмой печати Бергмана. И написано, что это были наши отцы и деды, им было столько же лет, сколько вам сейчас. То есть, такое обращение к конкретной поколению. Значит, это был не монорежиссерский фильм. Соавторы были у фильма. И соавтором был, в частности, замечательный режиссер Борис Рыцарев. Это был тоже его диплом. А Борис Рыцарев потом стал одним из главных советских брежневского периода режиссеров детской сказки. Какой-нибудь ученик-лекарь или «На золотом корольце сидели». Это замечательные фильмы в классике советского сказочного. Искусство детский кинематограф был уникальный в советские годы. Если что-то в советские годы и создали, кроме авторского кино, оттепили. И военного кинематографа о Великой Отечественной войне, это, конечно, был детский кинематограф. Явление, которое восстановить никак невозможно уже. Для этого надо восстановить советскую власть удивительным образом. Вот какие-то были такие проблески, неожиданные протуберанцы отвратительного периода советского. И еще один. Ну, понятно, что в Гейковский диплом часто предполагается что все, кто в основном съемочном составе, то есть композитор, оператор, режиссер монтажа, это все дипломники. Каждый из них сдает свой диплом на этом фильме, на уровне своей специализации. Так вот, для тех, кто вошел в историю советского кино, этот фильм стал значим не только именами Моисея Калика, а в титрах он Михаил Калик, так было проще в советские годы, но и человека, которого можно в дальнейшем назвать важнейшим соавтором Моисея Калика. В данном случае удивительным образом авторское тело, про которое я говорю на каждой своей лекции, которое не равно телу режиссера, оно может состоять из нескольких физических тел людей разных специальностей кинематографических, то в данном случае авторское тело Михаила Калика на всех его лучших, даже и не на лучших фильмах, а фильмов у Калика очень немного, очень немного. И это авторское тело состоит из двух тел режиссера Моисея Калика и композитора Микаэла Травердиева. Микаэл Травердиев, композитор армянского происхождения, Микаэл Ливонович Травердиев, известный культовый советский, канонический советский композитор, вошедший в массовое сознание музыкой к сериалу «17 мгновений весны» и «Ирония судьбы» или «С легким паром», которую мы видим многократно каждый Новый год. Он стал соавтором на основных фильмах, буквальным соавтором, важнейшим соавтором Моисея Калика, и его дипломом, к которому он очень готовился, стал фильм «Юность наших отцов», который дебютировал Моисей Калик. Надо сказать, что до этого или одновременно Моисей Калик попал на киностудию «Молдовафильм». Как вы знаете, каждая республика имела свою киностудию. Киностудии эти все были созданы в разные годы. И какие-то раньше, значительно раньше. Вот вы видите, в Алма-Ате уже была база, на которой мог работать весь Мосфильм, туда эвакуированный в военные годы. В Риге здание киностудии Рижской построили, спроектировали только в конце 1948 года, а завершено это здание было в 1951 году, например. Молдовафильм существовало в те годы, когда началась оттепель, и это даже было такое козырное место, потому что Молдова самая солнечная республика Советского Союза, вино круглый год. Вообще Кишинев прекрасный город, помимо столичного он просто зеленый, очень красивый город. И вот туда попадает Моисей Калик во время учебы во в ГИКе, он туда попадает и снимает, точнее помогает завершить начатый уже не им фильм в сотворчестве с тем же Борисом Рыцаревым и уже к тому моменту известной режиссершей, ну частично известной режиссершей и драматургом Ольгой Улицкой. И делают они картину в том же 1958 году, когда вышел в прокат диплом, они делают фильм, который называется «Атаман Кодор», причем если «Юность наших отцов» или «Разгром» — это черно-белая картина, «Атаман Кодор», снятый в Кишиневе на Молдову фильм, с которым потом в значительной степени судьба Михаила Калика будет связана очень много лет, удивительный такой вот изворот судьбы. «Атаман Кодор» цветной. И уже в «Атамане Кодоре» мы можем зафиксировать для себя, что, при том, что это довольно канонический советский фильм, сделанный по классическим канонам, это такой историко-революционный фильм. Вы знаете, в истории любой дальности, 300 лет, 500 лет, в одной стране, в другой стране, социалистический реализм, его канон позволял найти необходимые социалистическому канону элементы. Для удаленных событий это были элементы, связанные с любой народной революционной активностью. Это вот типичный фильм про историческую народную революционную активность. Действие происходит в Молдавии, которая тогда называлась Бессарабией. Уже была освобождена от Османской империи, Российской империи. И это губернство Бессарабии со столицей в Кишиневе, с русским губернатором в 1833 году. Бессарабия обладала определенной культурой, где, естественно, проводилась русификация, но при этом там существовали какие-то национальные элементы. Вот сплав этих элементов Борис Рыцарев, Ольга Улицкая и Моисей Калик в своем фильме как-то объединили некую концепцию, которую можно охарактеризовать как гайдукская баллада. То есть баллада — это жанр поэтический, песенно-поэтический жанр. Вот тут уже впервые возникает что-то связанное с поэзией, потому что в отсутствие понимания, что конкретно хочет авторское, режиссерское, экспериментальное начало в период оттепеля, привязывали чаще всего все вот эти эксперименты именно к поэзии. Когда говорили об каком-то авангардном, неформатном, разрушающем стандартный нарратив, линейный нарратив в кино методе, говорили, что это поэтическое кино. И вот одним из пионеров поэтического кино, собственно, был Моисей Калик. И несмотря на то, что «Атаман-Кодор» — цветной фильм, это фильм канонический, такой довольно типичный советский фильм, тем не менее в историю кино он должен вписан быть именно как гайдукская баллада, как известно гайдуки. Это такое понятие, возникшее в XVII веке еще на территории захваченной Османской империи, на территории Балкан. Гайдуки — это были представители местного населения, восставшие, ушедшие в лес, разбойники, воевавшие именно с этим османским имперским государственным таким мощным началом. И гайдуки были, поскольку Балканы, Бессарабия, Молдова очень близки, эти гайдуки были в Молдове. Вот это гайдукская баллада про персонажа из народа, батрака по имени Тодор Табулток, который сбегает благодаря помощи благородного дворянина, близкого декабристам. Дворянина зовут Василий Багдескул. Играет его Александр Ширвиндт, одна из первых ролей Александр Ширвиндт, совершенно фантастический красавец высокий в гусарском наряде. Ну, не в гусарском, в офицерском наряде. Не гусарский, а офицерский наряд. Вот этот Василий Багдескул в какой-то момент, видя экзекуцию батрака, которого его владелец, крепостной владелец, его барин приказал до смерти запороть за то, что в него влюблена девушка Юстиния, которую любит сам барин и которая барину отказывает. Вот он увидел эту экзекуцию случайно и остановил ее и дал возможность сбежать Тодору Табултоку. Вот этот Тодор Табулток, который становится, сбежав, атаманом Кодр, он занимается... Ну, это такой Дубровский, такая версия Дубровского, без усложненной структуры, значит, не бойтесь, Маша, я Дубровский, вот без этой любовной истории, с другой народной любовной истории. Юстиния присоединяется, естественно, к своему возлюбленному, их отряд грабит вот этих вот колонизаторов, преимущественно русских, но не только русских, не только русских, но и местных, и раздает отобранные деньги и ценности батрака крестьянам. В Молдове ситуация была не такая жесткая, крепостническая, как в Центральной России. Там крестьяне свободные, они не все были закрепощены, поэтому они могли как-то откупаться, и если их хозяйство зарабатывало какие-то деньги, они, в общем, могли быть свободными. Ситуация была более вольная, поэтому могли существовать гайдуки. Вот. И, собственно, вот этот фильм всю эту ситуацию описывает. И надо сказать, что в тот момент операторская работа, которая помогла этому фильму как-то остаться вот в памяти киноведческой, принадлежала Вадиму Дербеневу. И вот прежде всего не с именем Михаила Калика связали вот эти поэтические образы, которые возникли в фильме, неожиданные для стандартного киноязыка, сложившегося такого канонического линейного нарратива, да, связывали не с режиссурой, а именно с операторской работой. Благодаря Вадиму Дербеневу там есть какие-то панорамные съемки, есть какие-то круговые, такие а-ля Урусевские съемки, хотя как бы имя Урусевского только начинает звучать, еще в канон он не вошел, только «Летят журавли» получили в 1958 году золото каннов, то есть все это происходит одновременно. Урусевский еще не канон, но уже есть Вадим Дербенев, который какие-то похожие языковые методы ищет и эти методы замечен. Но надо сказать, что поэтический режиссерский талант Калика все равно заметен, поскольку в этом фильме один из самых красивых эпизодов запоминающихся, это эпизод свадьбы, можем сказать, что это поэтический эпизод свадьбы Тодора и Юстинии. И в этой свадьбе запоминается не только монтаж, не только операторская работа, но запоминается музыка Давида Федова, композитора, с которым несколько раз, помимо Таравердиева, два раза работал Моисей Калек. И вот этот эпизод, он фантастически музыкально и операторски сделан, и естественно, все эти элементы связывает режиссер. И этот эпизод вам запомнится. Я, может быть, не рекомендую смотреть эту картину, но этот эпизод, эпизод свадьбы Тодора и Юстинии, посмотреть надо. Фантастическая музыка, фантастическая музыка. Потом такого уровня есть целиковый фильм, уже значительно позже, тоже цветной, яркий, весь посвящен свадьбе и называется «Свадьба у Анджиа Вайды», то есть где-то на близкой, на славянской земле сделанной. И это уже вообще одно из высших достижений поэтического славянского кинематографа. Но это уже очень сложный по языку фильм, совершенно невоспринимаемый массовой аудиторией. Это фильм-поэма, это фильм-танец, одновременно что-то невообразимое. То есть как вот в каком-то одном танцевально-поэтическом ритме Вайды задает, так и весь фильм происходит. То есть весь фильм «Свадьба». А здесь один эпизод, благодаря музыке Давида Федова и операторской работе Вадима Дербенева, он значим. Тем не менее, славы атаман-кодор, при том, что цветные постеры, прокат Моисею Михаилу Халику не приносит, а приносит именно дипломный фильм, который выходит в прокат «Разгром» или «Юность наших отцов», где музыка Микаэла Травердиева, где он буквально наваял симфоническую и импрессионистскую музыку. И в некоторых эпизодах, особенно в финальной сцене вот «Тотального разгрома» это очень заметно, и там уже и фортепианные вот эти вот переливы, и все это стакката ксилофонная, которую так любит Микаэл Травердиев, который является элементом его фирменного композиторского стиля, там уже все это есть. Был просмотр, ну что такое «Разгром» мы знаем, канонический роман, все происходит в партизанском отряде в 19-м году, в самом горячем году для революции, потому что, если вспомнить начало Белой гвардии, которую должен был Абербах снимать, да, там и сценарий у него в самом романе начинается словами Булгакова, суров был год от Рождества Христова 1919, суров и страшен был год. Вот «Разгром» происходит в этот страшный год, но он происходит не в Киеве, как у Булгакова, не на Украине, а происходит на Дальнем Востоке, в районе казацком, в районе вольном, в районе удаленном, в период самых горячих партизанских боевых действий, когда партизанские армии, а там были армии, буквально армии зажаты были они между Белогвардейской армией, между Колчаком, правителем Сибири, утопленным потом в Иркутске, в Аби, и японскими десантами, которые высадились и тоже собирались как-то то ли отхватить свой кусок, то ли помочь реконструкции Великой России. И этот период очень яркий, он оставил знаменитые песни, самая знаменитая каноническая советская песня «По долинам и по взгориям» шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, Белые армии, оплот. Это просто один из главных маршей канонических советских периодов. И в литературе осталось тоже много, и соцреалистический канон, несколько таких романов выбросил на поверхности, оставил в каноне. Это вот главный роман «Разгром». Но в «Разгроме» есть какие-то свои загадочные особенности. Так, революционные действия – это не канонический сюжетный ход для соцреализма, но революционные действия в партизанском отряде возглавляет, естественно, движущая сила партии, член партии, но этот член партии Иосиф Левенсон – еврей. Удивительным образом, еврей – командир партизанского отряда. По факту это было так, потому что одной из партизанских армий, которая стала прототипом вот этого партизанского отряда, где происходит действие «Разгрома» Фадеева, был вот тот Моисей Губельман. Этот Моисей Губельман был действительно и партийный, и партизан, и местный приморский, и командир отряда. Сыграл его удивительным образом очень интересный канонический… это самая не каноническая, самая яркая роль канонического советского актера, такого советского в самом плохом смысле, Александра Кутепова. Этот актер яркой еврейской внешности с выдающимся еврейским носом, и запомнился он в советском кино тем, что чаще всех семь раз играл Якова Михайловича Свердлова. Это просто канонический Яков Михайлович Свердлов. Если Юткевич – это был режиссер канонической Ленинианы, то Александр Кутепов, ушедший удивительным образом тоже, по-моему, в тот же год, в 83-м году из этой жизни вместе с Юткевичем одновременно. Где-то там рассосалась, видите, Лениниана на подходе перестройки, которая, как известно, началась в 85-м году, буквально через два года. Вот Лениниана рассосалась вот в эти годы сама, естественным образом. Но, тем не менее, самую свою яркую роль Александр Кутепов сыграл вот в фильме Моисея Калика в роли Иосифа Левенсона. Необычный образ. Фильм, может быть, опять же, не рекомендую смотреть. И, тем не менее, он в кинокритике и в киноведении запоминается не только музыкой Микаэла Теравердиева, не только поэтическими образами вот этих вот героев, но и героическим образом командира еврея, прототипом которого был Моисей Губельман, который с партизанами, выжившими, присутствовал в какой-то момент на премьере, официальной такой премьере разгрома, который делался для каких-то профессиональных сообществ. И все партизаны застонали и говорили, нет, мы не такие были, все было не так. Это какие-то бандиты. При том, что сам Моисей Каликс вспоминает, что в этот момент, когда они жаловались, Губельман обернулся к нему и сказал, послушайте, всех настоящих партизан в 37-м году расстреляли, а эти как раз, которые ноят, остались какие-то бандиты. А он был командиром вот этого самого, вот этой партизанской армии. И вышла статья в известиях сразу, которая буквально называлась «Мы были не такие», статья-письмо от этих бывших партизан. То есть это была статья, разгромная на разгром, снятый Моисеем Каликом. И они обсуждали с Юткевичем. Естественно, Юткевич защищал, и он ему сказал, и в фильме Ефремов, в автобиографическом фильме Калика Ефремов произносит эту фразу, он говорит, известие – это еще не правда, имея в виду две известные канонические советские газеты. В любом случае, на сборы фильма, на широту его проката и на успех, на то, что Калик стал знаменитым, это никак не повлияло. Он стал знаменитым, поскольку фильм был хороший. И дальше, поскольку после ВГИКа и после любого вуза следует какое-то распределение, Калик попал на Молдову фильм, на котором он уже работал, и с Молдовой фильм связан такой вот значительно большой период его карьеры, и Молдова неформальным образом оставила печать на авторском теле Моисея Калика. А я, повторяю, что я веду курс «Великий кинемо» об авторских телах в кинематографе, об авторских языках, об авторских картинах мира. И говоря о «Оттепеле», и говоря о Моисея Калике, я, конечно, говорю об авторском теле, об авторском киноязыке, об авторском кинематографе. Так вот, авторское тело Моисея Калика, помимо своего соавтора, композитора Микаэла Теравердива, в какой-то момент приобрело вот такую национальную составляющую, удивительную, из зоны бывшей оседлости, Бессарабская губерния, Кишинев и Молдову фильм. Причем, надо сказать, что этот советский период с этими республиканскими киностудиями, он был очень такой двусмысленный, потому что он, с одной стороны, демонстрировал, прежде всего, основная была задача демонстрировать социалистический или коммунистический интернационализм. Один из важнейших пропагандистских, демонстрированных миру принципов социализма и грядущего, построенного социализма и грядущего коммунизма. Для этого в каждой республике, в области кино, если мы говорим, строилась своя киностудия, и они производили некий контент. И этот контент как бы должен был считаться национальный, но при этом, естественно, социалистический канон его в свои скобки, в свои форматы забирал. Но, с другой стороны, это был элемент имперской политики, продолжение имперской политики Российской империи. И это была внутренняя колонизация и русификация. Поэтому, естественно, если режиссер из Москвы или из Петербурга, то бишь Ленинграда, ехал в национальную республику, в ее столицу, где располагалась киностудия, это не значит, что он снимал на национальном материале фильм на национальном языке. Нет. Большинство фильмов были на русском языке, то есть такая жесткая русификация. При том, что титры в некоторых фильмах у Калика написаны кириллицей по-молдавски. Выглядит это очень смешно, и других версий нет. То есть следующий фильм «Колыбельная» 59-го года уже, он весь кириллицей, написан на молдавском языке, выглядит это очень смешно, потому что молдавский язык – это что-то между старой латынью и итальянским языком. То есть это такой, ну, как и румынский язык, это такой извод латинского языка. Поэтому все эти слова звучат очень забавно. А при этом написаны они кириллицей. И тем не менее это был элемент имперской политики, внутренней колонизации. И там были национальные кадры, и был десант привнесенных из столичных городов Ленинграда и Москвы. А Калик – это типичный столичный житель. Такие десанты. Поэтому часто в этих национальных маленьких фильмах по сюжетам национальных писателей, иногда на национальных языках или с какими-то вкраплениями такими непонятными национальных языков вместе с русским существующим, прямо на равных буквально, да, вдруг появлялись суперзвезды советского кинематографа классические, просто совершенно канонические звезды. И в фильмах Калика, снятых на Молдову фильм, вы легко можете увидеть или Евгения Истегнеева, или Анатолия Попанова, понимаете, которые, естественно, говорят по-русски, а не по-молдавски, не знают молдавского языка, и их не дублировали на молдавский язык. Так вот, вот и в фильмах Калика, естественно, все эти остатки и, с одной стороны, насаждаемого социореалистического канона и демонстрации искусственного интернационализма видны, а с другой стороны, внутренняя колонизация, имперская политика. И между ними, удивительным образом, Калик, вот он и вклинился между вот этими двумя идеологическими, государственными, такими наплывами масштабными. Потому что он легко каким-то образом, ну, понимаете, еврей едет на территорию, которая, в общем, тоже была частично еврейской, поскольку была зоной оседлости, где жили евреи. Он приезжает, чувствует себя, как рыба в воде, и при этом эта удаленная территория, самая удаленная республика национальная, ну, одна из самых удаленных туда, на запад от центра. И контроль не такой жесткий. То есть как-то с маленьким коллективом студии можно договориться. При том, что на тот момент руководил республикой друг Брежнева, который был членом ЦК и уже такой восходящей звездой, хотя Хрущев еще не был смещен. Хрущев был только смещен в 64-м году с поста генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии. Вот Калик удивительным образом это все чувствовал, такой еврейский характер, пронырливый, классический, да? И он между этими двумя идеологическими наплывами пролез, и благодаря этому возник вот этот вот извод новых языков оттепели поэтический кинематограф. Это не единственный извод поэтического кинематографа был, поскольку в этот же момент работал Параджанов, и это тоже яркая звезда поэтического кинематографа. И многие, кто работали в области киноязыка в оттепель, ровесники часто, Калико, их тоже причисляли к этому поэтическому языку, но это часто случалось именно потому, что не было в науке, в киноведческой науке, в искусствоведении терминов для описания того, что происходило с киноязыком. А на научном уровне такой связи между европейской модной культурой со структурализмом, который тогда, естественно, во Франции царствовал, и советской, русской и русско-советской культурой такой связи в науке не было. Если в кинематографе она как-то во время оттепель происходила, в науке ее практически не происходило. Поэтому терминов для описания того нового киноязыка, который разрушал уже устоявшийся линейный нарратив, описания не было. Поэтому все это относили к поэтическому языку. Как бы авангардом это нельзя было называть второй раз, поскольку авангард был в 20-е годы, как он может возникнуть опять в 60-е годы. И это называли поэтическим языком. И вот одним из звезд, одной из звезд вот этого поэтического языка был Михаил Моисей Калик. Я это не перестаю вдалбливать, потому что мне хочется совершенно четко, чтобы было понимание, откуда что растет и происходит. Потому что до сих пор в критике по инерции, ну, вы понимаете, критики читают друг друга, в том числе ретро-тексты, в том числе тексты о режиссерах, которые уже давно не снимают, о которых давно не пишут, приходится читать старый текст. И они оттуда, в общем, списывают все эти формулировки. Эти формулировки живут во времени благодаря этому списыванию. И благодаря этому списыванию кинокритиков друг у друга вот эти вот неточные эстетические термины продолжают свою жизнь. Хотя если адаптировать эти термины на тот язык, который был современен киноязыку, который появился именно в этот период, конец 50-х, начало 60-х, все это будет звучать совершенно по-другому. Я сейчас не буду это перекладывать на язык структурализма, но совершенно четко надо понимать, что то, что делал Калик, и то, что называют поэтическим кинематографом, а речь просто идет о каких-то авторских нюансах поэтики кино, о которых писал Шкловский в 1927 году в своей книге, все это просто связано с трансформацией классического канона англосаксонского линейного нарратива, который режиссеры, авторы, пытаясь приспособить те оттаивающиеся, оттаивающие в этот период чувства и мысли, пытались приспособить к киноязыку. Чувства и мысли не могли выражаться старым языком, язык должен был быть трансформирован, и прежде всего должен был трансформирован его позвоночник, линейный нарратив. Вот поэтому появился тот язык, который стали называть поэтическим. Итак, Калик снимает третью картину. Она называлась «Колыбельная». Это следующий год, 1959 год. Это картина на важнейшем, на каноническом материале, который дал одни из лучших фильмов периоду оттепеля. Что такое оттепель, я объяснил. Но оттепель – это не отмена советской власти. Советская власть и социалистический канон не отключался. Он продолжал форматировать все производство, все искусство в Советском Союзе. Соответственно, его каким-то образом надо было преодолевать или обходить. Одним из способов еврейского характера в лице Моисея Калика, я сказал, было вот это проникновение между двумя наплывами идеологических дискурсов, колониального дискурса имперского и соцреалистического сталинского канона. Он проник между ними благодаря топусу Кишинева, Молдавии, Бессарабии, удаленности. Но нужен был еще какой-то элемент, чтобы с киноязыком работать. И одной из таких лазеек была тематическая лазейка. Одной из важнейших тем, на которых отрабатывались всякие концепции киноязыковые, всякие концепции оттаивших, прорвавшихся чувств, это была тематика Великой Отечественной войны. Этот прорыв начал происходить в историческом формате именно из-за того, что масштаб трагедии был несоразмерен возможностям восприятия человеческих чувств. И поэтому, чтобы это трансформировать, надо было эти чувства каким-то образом... трансформировать в киноязык. Надо было эти чувства каким-то радикальным образом демонстрировать именно обнаженными, прорвавшимися, как они были прорвавшимися во время войны, поскольку кожа с человека была буквально содрана физически. При этом, вы понимаете, Великая Отечественная война, несмотря на финальный триумф, была страшной травмой для тирана Иосифа Сталина. Его Гитлер переиграл, его Гитлер обогнал. Знаменитый период, когда на несколько месяцев, особенно на первые две недели Сталин пропал из Москвы на ближнюю дачу в Кунцево, он не выступал в первый день начала войны, а выступал Молотов, и Сталин испугался. И есть знаменитые слова Сталина, которые воспроизводят в своих мемуарах Никита Хрущев. Первый же день, когда он узнал о нападении Гитлера, при том, что были предупреждения, он думал, что он обгонит. Мы знаем версии Суворова и Солонина, вполне себе убедительные, что Гитлер просто упредил сталинский удар и сталинское нападение на месяц. Так вот, может быть, даже от трех дней до месяца есть разные аналитические разработки этой истории. Так вот, есть зафиксированные Хрущевым слова Сталина, когда он произнес первый же день о сообщении начала войны. Он сказал, что Ленин нам оставил великую страну, а мы ее просрали. Эти слова в мемуарах Хрущева зафиксированы. Значит, Сталин сбежал на дачу в Кунцево. К ноябрю была вообще тотальная эвакуация Москвы и бегство из Москвы, тотальное бегство чиновников из Москвы. Москва была буквально брошена государственным аппаратом до какого-то момента, до перелома в декабре. И для Сталина, несмотря на триумф и раздел, ялтинский раздел мира воспроизвести, который сейчас очень тяготеет наш новый лидер и тиран, значит, этот раздел не искупал масштаб его травмы. День Победы до смерти Сталина не праздновался. Это не был государственным праздником, несмотря на парад. А парад прошел в другой день, не 9 мая, он прошел 24 июня. И для Сталина это была травма. И несмотря на то, что тема войны в историко-биографическом кинематографе, привязанном к Сталину персонально, к Сталину и сталинскому руководству, к ставке верховного главнокомандующего, развивалась и при Сталине, тем не менее эта тема, будучи одной из важнейших, не стала темой, которая может быть лазейкой для киноязыка режиссера, для авторского киноязыка «Оттепель». А «Оттепель» она такой темой стала удивительным образом. Соцреалистический канон как-то эту тему из-за масштаба реальной исторической трагедии спускал на тормозах. Эта тема не подвергалась такому жесткому идеологическому форматированию. Поэтому в фильмах о войне, помимо того, что «Оттепель» снимали в основном режиссеры поколения военного, то есть для них это была персональная реальная трагедия, они выжили, они потеряли всех своих товарищей, одноклассников, возлюбленных. Они выжили, но при этом для них эта тема была темой лазейкой, для них эта тема была темой спасения, для них эта тема была темой развития киноязыка. И удивительным образом и Михаил Калик, который не был впрямую военным поколением, то есть он не был ветераном войны, он был в эвакуации, он был малолетка, и тем не менее он эту тему мгновенно нащупал, и первый фильм, который он посвятил этой теме, это третий его фильм, 59-го года, «Колыбельная», снятый на Молдову фильме. К фильму я еще вернусь. Я хочу сейчас немножко добежать до финала биографии Моисея Калика, а потом вернуться к его авторскому языку. Значит, как я сказал, Калик снял очень мало фильмов. Очень мало фильмов он снял, потому что, начиная с фильма, то есть тема коммунистической критики в прессе началась уже с его диплома в Афгике, с юности наших отцов, вот этим письмом «Мы не были такими», «Мы были не такими». Но дальше все фильмы до последнего подвергались критике, разгрому, цензурированию, запрету. То есть его путь не был усеян никакими цветами и восторгами. Это был путь преодоления. И это преодоление он мог проходить только благодаря своему мощному еврейскому характеру и гулаговской закалке, потому что ему повезло. Он отсидел два с половиной, около трех лет, не 17 лет. Его психика не была разрушена, он не был сломан, он не погиб. И он считал, и в своих мемуарах он это пишет, что этот опыт, это и была главная школа режиссура для него. Он говорит, что «Режиссуре я учился в ГУЛАГе». Там я смотрел на людей, там я понимал, как выживать, там я учился характеру. То есть основная мастерская режиссуры прошла в «Озерлаге». Как это не цинично звучит, я просто цитирую Моисея Калека. Так вот, этот характер помог ему дальше работать в кинематографе. Всего фильмов у Калека девять, из них четыре имели цензурные проблемы. Один был полностью на 20 лет положен на полку, не вышел до момента перестройки и возвращения Калека на время из эмиграции. Поскольку он подвергался все время цензуре, поскольку он подвергался все время культурной репрессии, вот в такой форме, сначала в форме государственного антисемитизма, потом в форме обвинения. А во ВГИК, чтобы вы понимали, во ВГИК 30 человек на место на режиссерский факультет было. Благодаря Рому он только попал, он не попал бы иначе. Пятый пункт, да? То есть это элемент в политике антисемитизма, ограничивающий элемент государственного антисемитизма. Потом террористическая активность якобы, 58-я статья, и потом цензура. Советская культура — это культура цензуры. Советское искусство — это искусство кастрированное, даже в период оттепеля. Так вот, это воспитывало в нем характер. Плюс, я сказал тот момент в 43-м году, когда он был в Алма-Ате в эвакуации на съемочной площадке у Сергея Михайловича Зинштейна, рождение в нем духа сиониста. Такой персоналистский, личностный дух сиониста. Так вот, это все привело к тому, что... А надо сказать еще важный момент, что в 67-м году произошел пятидневный, точнее, шестидневный исторический эпизод, который на иврите звучит как «Мельхемет шешет хайамим». Вот этот «Мельхемет шешет хайамим» — это шестидневная война, когда Израиль, маленькая, не так давно созданная страна, еврейское государство, победило пять крупных, окружающих его арабских государств. В первый же день разгромило все воздушные силы этих стран, отвоевало себе жизненное пространство путем захвата, в том числе, буферной зоны, голландских высот, в частности, у Сирии, часть территории, и создало буфер, который предупредил арабские государства, основная цель которых была и часто до сих пор продолжает быть уничтожение еврейского государства, в течение шестидневной войны показало мощь еврейского государства. Это был такой удивительный реванш за множественные унижения еврейского народа, исторический реванш, естественно, трагедия, катастрофа Холокоста не может быть никак искуплена, не может быть никогда искуплена, ни в какие исторические сроки, удивительным образом. Она может быть только забыта, но не может быть забыта, пока существует еврейское государство и евреи. Так вот, тем не менее, в каком-то таком экшене, в историческом формате это была яркая совершенно победа, которая очень большое значение имела для всех евреев мира. Собственно, активная алия, то есть истечение евреев со всего мира в Израиль, такая уже совсем масштабная, началась именно тогда, и именно тогда, после этой шестидневной войны, была разрешена эмиграция евреев из Советского Союза. И на советских евреев эта война оставила глубочайший след на их психике, гордость, гордость. То есть они собирались кулуарно в квартирах, на дачных участках в Подмосковье, под Питером, пели еврейский гимн, пели еврейские песни, то есть учили язык активно, вывешивали еврейский флаг и смотрели на него, и пели гимн с вывешенным флагом на березе. Это один из эпизодов тоже автобиографического фильма Михаила Калика «И возвращается ветер». Так вот, в 70-м году, после всяких цензурных приключений, о которых я чуть позже расскажу, он подает заявление на Алию, то есть на выезд в Израиль с семьей. Надо сказать, что в тот момент у него уже была жена, в тот момент была у него уже семья, один внебрачный сын и сын и дочь от брака. Сын Калика прожил 40 лет, погиб во время Израильско-Ливанской войны, дочь профессора университета в Иерусалиме, у нее пятеро детей, она пришла в религию в какой-то момент, Калик очень уважал, Калик так и остался атеистом, хотя в его поэтическом языке какие-то религиозные взгляды мы можем проследить, и как-то он к этому подошел в Иерусалиме. Высокое небо Иерусалима, как он пишет в своих мемуарах, как-то повлияло на него, но тем не менее он оставался атеистом, а дочь стала такой продвинутой иудейкой, будучи профессором университета. Так вот, в 70-м году, будучи уже семьянином, он подал заявление на отъезд, в 71-м году получил разрешение, тоже после репрессий, которые были показательны, чтобы продемонстрировать другим евреям, что не надо подавать заявление на отъезд, надо оставаться в Советском Союзе и так далее. Вот после других репрессий он выехал в Иерусалим, и с тех пор всю жизнь прожил в Иерусалиме, он уехал в 43 года, и в Иерусалиме он прожил большую часть своей жизни, он умер в 2010-м году. Он не состоялся как режиссер, он приехал очень опытным режиссером, он приехал звездой. Он приехал звездой советского кино, звездой еврейского кинематографа и известным режиссером в мире. Несмотря на то, что его фильмы не сильно двигались по фестивалям, два фильма, три, три фильма только были маломальски известны в мире, я расскажу о них чуть позже. И тем не менее, например, в момент, когда он покинул Советский Союз, а произошло это 14 ноября 71-го года, эта дата зафиксирована в его мемуарах, эта дата зафиксирована надписью в его автобиографическом фильме, который снят позже. Отто Премингер, другой еврей, другой экспатриат, американский еврей, суперзвезда, один из создателей независимого американского кинематографа, захотел мгновенно с ним встретиться и предложил ему сразу карьеру в Голливуде. Он сказал, что все двери для тебя будут открыты. Но Алия уже шла, и Михаил Калик знал, что далеко не каждому режиссеру дается возможность стать звездой в Голливуде. И он посчитал важнее для себя остаться в Израиле. И не рассматривал для себя голливудскую опцию. Поговорил с Премингером и отказался. А в общем, мог бы стать голливудской звездой. Потому что Премингер на тот момент уже автор очень известных фильмов, в том числе известнейшего еврейского фильма с еврейским контекстом «Эксодус», «Исход», с Полом Ньюманом в главной роли, он не шутил. Так вот, в Израиле, а надо сказать, что с Израилем под высоким небом Иерусалима, я опять цитирую Моисея Калика, он сроднился на религиозном уровне. И вы знаете, есть такая, с одной стороны, нацистская теория, с другой стороны, в том числе, и сионистская теория крови и почвы. И евреи считают, что если, что кровь и почва, национальная почва, они друг к другу тяготеют. И что, в общем, нормальный еврей должен оставить свою кровь на своей почве. И, естественно, самый простой способ поставить свою кровь на своей почве, это воевать за свою родину, что и делали многие евреи во время шестидневной войны. Моисей Калик приехал позже, и у него уже был такой не очень призывной возраст. Но, тем не менее, в конце 70-х волна терроризма накрыла и Израиль, и он, у одного из магазинов в Израиле, жил он на улице Ждерот и Школь в красивом месте. Всю жизнь прожил на Ждерот и Школе после того, как умерла его жена Сузанна. Он продолжал жить там в одиночестве. И он у магазина в Иерусалиме был ранен в живот, очень тяжело ранен в живот, и пролил свою кровь на землю Израиля. И он в мемуарах говорит, что он приводит незнакомые мне, но и знакомые каждому еврею еврейские термины на иврите, которые соединяют кровь и почву. И он говорит, что я кровь в почву свою вылил. Это важный момент для еврея, важный момент для Моисея Калика. То есть, он сроднился с этой землей, и он осознанно приехал, он приехал туда с духом сионизма в себе. А Израиль создавали прежде всего экспатриаты, бывшие жители зоны оседлости Российской империи. Жаботинский это был русский писатель. Писал не только на идише, но и на русском языке. Известный русский писатель, публиковавшийся, да, и теоретик сионизма. И он приехал на эту почву вот таким подготовленным, в душе подготовленным сионистом. И сроднился с Израилем. Но судьба режиссерская не сроднилась. То есть доходила до смешного. Ему министр культуры сразу по приезде выдал гигантскую сумму 800 тысяч лир. Это не все деятели еврейской культуры, которые приезжали в Израиль, получали такие масштабные средства. И он снимает, переработав рассказ Горького, Максима Горького, Мальва, некую пьесу. В 1975 году делает фильм «Трое и одна» в Израиле, первую свою израильскую картину. Такая интересная пьеса, эротическая пьеса, названная вульгарной в газетах Израиля. Так вот, эта пьеса «Трое и одна», то есть три мужика разного возраста, соответственно, разных поколений и некая девушка вольных взглядов, предвоенная ситуация такая. И такие вот отношения, взглядов на жизнь, на мир, на войну, на историю и на эротизм, на отношения мужчин и женщин. Она была подвергнута очень устой критике. Ведущая газета «Израильская Гаорец» писала, «Калик приехал, вот он снял фильм, зачем этот фильм нужен израильскому народу, зачем этот фильм еврейскому народу, пускай Калик что-то сделает для еврейского народа». И Калик писал, «Куда я приехал? Меня уже просили делать там для советского народа, теперь меня для еврейского народа значит просят делать». И все. В Израиле больше игровых картин он не снимал, хотя прожил там с 71 по 2010 год. Представьте, какую огромную жизнь. Он снимал короткий метр, он снял семь короткометражных фильмов об Израиле, о еврейской истории и об Израиле. То есть это телевизионные проекты, он был известный режиссер, известный режиссер, карьера которого в Израиле не сложилась. И все началось, начался в общем период молчания Калик режиссера, авторского кино, автора. И единственная картина, которую он после этого снял, в 91 году, полтора десятилетия после критики «Трое одна» он не снимал картин. Он снял вот последнюю свою девятую картину, замечательную картину, которую обязательно надо смотреть. Он снял ее на тот момент в Советском Союзе еще. Эта картина автобиографическая «Возвращается ветер». И про нее я расскажу позже. Значит, он снимает эту картину. Туда вошли все ключевые эпизоды его жизни. Туда вошли элементы его эстетики, но не имеющие отношения к поэтическому кинематографу. Тем не менее, это один из лучших автобиографических фильмов в советском кинематографе. При том, что там написано режиссер Михаил Калик в скобках «Израиль». Совершенно жестко. И «Израиль» при белых титрах выделен голубым цветом. Еврейским цветом. Так вот, этот фильм стал последним фильмом в карьере Моисея и Михаила Калика. Дальше он не снимал, приезжал, были его ретроспективы и кое-где в мире, и в Советском Союзе на 30-м московском фестивале. Этот фильм был на Кинотавре, получил приз на Кинотавре, был номинирован на Нику или, по-моему, даже получил приз с Российской Академии. На тот момент была одна Академия, только Михалков еще не осуществил свою стратегию раскола. Союз кинематографистов уже был расколот, а «Золотой Орел», по-моему, еще не был создан. Не помню до конца, не слежу за этой премией. Тем не менее, на Нику он был номинирован. И это стал последним фильмом. Дальше он просто жил пожилым человеком, преподавал, преподавал режиссуру в университете, преподавала его дочь философию на профессор Иерусалимского университета. Он давал интервью, он писал мемуарные тексты, не написал книгу. Он нянчил внуков, у дочери пять внуков. А до этого, надо сказать, очень смешной факт, что во время нескольких обысков, а несколько было обысков у Калика, один в момент его обвинения в террористической активности, другой в момент цензурных ограничений, третий момент, когда он подал заявление об отъезде в Израиль. Так вот, по-моему, в первый обыск был найден в бумагах Калика его дунжанский список из двухсот фамилий. Дунжанский список — это список женщин и девушек, с которыми у автора списка был секс. Как известно, есть комментарий к дунжанскому списку Пушкина. Дунжанский список у Михаила Калика был велик. Есть в фильме «И возвращается ветер» автобиографический эпизод, когда Михаил Калик теряет девственность. В 15 лет его изнасиловала сестра-хозяйки той комнаты, которую они снимали в алматинской эвакуации. Это один из самых ярких эпизодов. В очень ярком фильме «И возвращается ветер». А надо сказать, что этот фильм некоторые критики вполне справедливо называют таким некоторым еврейским, а некоторым русским амаркордом. То есть, такое высшее достижение в автобиографическом жанре — это амаркорд с определенных пор. И вот таким высшим достижением в области биографического, автобиографического фильма в еврейском и советском кинематографе считая, перестроечным, естественно, кинематографе можно считать и «Возвращается ветер» Моисея Калика. А сцена фантастическая, потому что в какой-то гигантской комплекции такая филиниевская дама работает во время эвакуации в 43-м году на хлебокомбинате и считает необходимым, чтобы выжить, воровать оттуда тесто, и чтобы тесто и ее воровство не поймали, она на голое тело, на свое пышное тело, под грудь приклеивает к себе довольно большое количество теста, увеличивая свои объемы. И когда приходит, не стесняется перед каликом, раздевается и все это тесто отклеивает. Это тот эпизод, когда она с огромных своих форм отклеивает это тесто, а потом в этом вся тесте еще, отклеив его, насилует его, потому что она видит, что этот эпизод какое-то эротическое возбуждение у 15-летнего мальчика вызывает. Она очень серьезно подходит к делу, а она до этого приглашала каких-то солдат в сене, то есть она такая была, вольных взглядов, а возможно и подрабатывала этим. Вот, она, значит, говорит, так, хочешь, вот, ты готов, я вижу, и, значит, она на него садится. Это очень пышный филиниевский эпизод, и не зря это с Самаркордом, не только автобиографичность с Самаркордом связывает этот фильм, но и вот эта вот пышность такая, филиниевская женщина, это женщина пышных форм прежде всего. Вот, и он много раз приезжает, сняв фильм в девяносто первом году в Россию, он много раз приезжает в Россию, но остается жителем улицы Шдерот и Школь в Иерусалиме, живет под высоким небом Иерусалима, и в 2010 году в возрасте 90 лет умирает последний год, до чего сообщает, что он очень болел, видимо, рак, и умер, тем не менее, в покое на еврейской земле, настоящим сионистом духа, отдавшим свою кровь земле Израиля. Вот. Теперь я хочу немножко поговорить о фильмах и уже тут ближе подойти к эстетике, авторской эстетике киноязыка Михаила Калика, потому что я оставил неупомянутыми в списке именно те фильмы, которые больше всего характеризуют его эстетику. Значит, как я сказал, последний фильм, который можно отнести, точнее, нет, первый фильм, с которого начинается такой поэтический период, не первый шедевр, но первый фильм, с которого Калик был замечен в мире, стал фильм 59-го года, снятый на Молдову, фильм «Колыбельная». там были сценаристы, автор сценария не Михаил Калик, он, естественно, участвовал в сценарии, там загадочный автор по фамилии Молдаван, например, просто присутствует, простая фамилия для Молдовы, фильм «Молдаван». Вот он делает фильм по сценарию, это «Одиссея», черно-белая картина, это «Одиссея», ветерана войны, у которого во время войны в Молдавии в одной из деревень или маленьких местечек, городков, в роддоме разбомбили жену и дочь, новорожденную дочь в роддоме. Соответственно, у него страшная травма, но у него есть вера, что его дочь жива. И он начинает такое маленькое расследование и понимает, что она жива, и вот «Одиссея» поисков этой дочери и есть фабула этого фильма. «Колыбельный фильм» называется потому, что есть эпизод, где во время расследования выясняются, какие-то детали событий. И эти события каликом экранизируются как ретроэпизоды эпизоды войны. Эпизоды 22 июня 41 года в деревне Чеканы, где происходят события этого фильма. Так вот, 22 июня утром, когда началась бомбардировка и деревня была вся разбомблена и роддом был весь разбомблен, оказывается, бежал раненый солдат, который ехал в госпиталь, поскольку у него была ранена правая рука. Там не объясняется в фильме «Самострелы». Были часто самострелы, которые не хотели воевать, стреляли себе в правую руку или нет, не выясняется. Но человек чувствительный, во время обстрела он падает от пулеметной очереди самолетной, и вдруг слышит голос младенца, плач младенца, вбегает в здание, на котором написано «роддом», представляет себе лежащих младенцев, а по факту видит разбомбленное помещение, забегает в комнату матерей, там просто дыра, то есть все матери погибли, и он спасает семь младенцев, грудных, орущих младенцев, и ничего умнее не придумывает, реквизирует машину, которая участвует в эвакуации, машину с архивариусом, который везет архив, выбрасывает из него к черту весь этот архив, и в ящики из архива кладет этих грудничков, то есть одна из самых поэтических сцен в кинематографе такого же масштаба, как сцена там с грузовиком в балладе солдата Чухрая, который один из канонических фильмов «Новые волны», вот я первый раз произнес, да, «Новые волны», то есть кинематографа оттепили советского. Так вот, этот эпизод заканчивается тем, что девушка, дочь архивариуса, девушка, условно говоря, нецелованная, которая едет в этом грузовике, она должна все время этих младенцев укачивать, они покупают им у еврейского, какого-то продавца очень интересные всегда, у калика еврея, еврейские образы вот этих из еврейских местечек, этих милых евреев всяких разных, там одесский, евпаторийский, у него есть образ, вот смешной еврей продает ему соски, эти соски они там всем младенцам раздают, и в итоге, пока машина движется по этим местечкам молдавским, детей разбирают, матерей у них нету, детей разбирают, кормят грудью посторонние женщины, поскольку их надо кормить, молока нету, и только кормящая мать может кормить, другая мать может стать кормящей матерью, в общем, детей разбирают, и одну девочку берет себе последнюю, вот эта вот девушка нецелованная, дочь Архивариуса, и собственно, эта девочка, и считая, Аурик ее зовут, и считается дочерью, а у нее висит марлевая повязочка с полиэтиленовым, с клеенчатым этим жетончиком, на котором написана фамилия ее, и по фамилии девочка запомнила эту фамилию, и он вот этот летчик, который на Иль летает, в том числе за границу, пилот самолета, начинает расследование, ищет свою дочь Аурику, и этот поиск, 59-й год, все происходит в 59-м году, то есть представьте от 41-го года сколько лет прошло, девочка-то уже взрослая, в общем, он доходит до Сибири, где в какой-то момент ее находят. Там много разных перипетий, я не буду их рассказывать, но там проявляется несколько элементов эстетики Калика. Во-первых, Калик, первый элемент, активно использует хронику, приблизительно такого же масштаба использования хроники, как потом в фильмах Михаила Рома, которым он так полюбился, в знаменитом фильме «Обыкновенный фашизм», который весь построен из хроники, но хроника очень интересно акцентирована, смонтирована, и с закадровым текстом. Так вот, здесь хроника закадрового текста не имеет, она только озвучена Каликом, потому что хроника в основном немая сохранилась, он ее озвучил живыми голосами и звуками, и эта хроника, она таким образом реферирует игровой художественный ряд, что она становится одновременно комментирующим референсом. То есть там закадровый комментарий, как Михаила Рома, не нужен. Вот первый элемент эстетики Калика активное использование хроники, которое так вышло ему боком потом, что стало одним из поводов его эмиграции, помимо сионистского духа, который в него уже проник. Второй метод, это метод Вадима Дербенева, который опять работает, он работал с ним на «Атамане Кодре» и работает с ним на фильме «Колыбельное», сделанных по линейке кадров, и по линейке они сделали эти кадры диагональными. Если вы посмотрите расположение голов, в этом фильме у Калика всегда каким-то образом диагональное и создает за счет этого какую-то очень субъективную точку зрения. Там есть и субъективная точка зрения с точки зрения младенца, лежащего в ящике на эту девушку. В принципе, впервые такое в советском кинематографе появляется, а потом субъективный взгляд ребенка стал просто фабулой следующего фильма Михаила Калика, одного из главных его шедевров, самого его экспериментального фильма. «Человек идет за солнцем». Так вот, диагональная съемка второй элемент, это элемент, потребовавшийся не оператору Вадиму Дербеневу, это элемент, потребовавшийся авторскому телу, в который оператор входил составляющей частью. второй элемент описан. И третий элемент – это элемент поэтический. Этот элемент поэтический, он связан с образами. Эти образы подсмотрены Каликом и во время судьба подбрасывает ему эти образы. У него, он пришел не в 21 год в режиссуру, он пришел уже зрелым человеком с судьбой за плечами, с советской судьбой, с тяжелой судьбой, выжившим, то есть с пониманием того, что судьба ему преподнесла сюрприз выживания. У него и гулаг за спиной, и эвакуация, и наблюдение за репрессиями в семье родственников, поэтому этот опыт дает большие возможности по наблюдению за миром. Вот эти образы детей, а там у него много детей, там часть фильма в детдоме снята. И вот эти поэтические образы, поэтический характер, которые не требуют даже диалогов часто, он просто наблюдает за персонажами, которых он сам же и придумал, они живут у него в кадре, это является третьим элементом его языка. Вот такое наблюдение за поэтическим образом. Надо сказать, что десанты звезд высаживаются в Молдове, и благодаря, в том числе, Михаилу Калику, все чаще и одним из главных героев в фильме, директора детдома, ветерана, играет канонический актер, удивительным образом, до сих пор живой, ему почти сто лет, и он жив-здоров, Владимир Заманский, каток и скрипка Андрея Тарковского, проверка на дорогах Алексея Германа, то есть один из основных икон оттепеля и постоттепельного периода тоже, тем не менее. Владимир Заманский играет. и национальные мотивы, топосы национальные, поскольку деревня Чекан находится в Молдавии, один из соавторов сценария, молдавский соавтор, а у Рика молдавское имя главной героини, летчик, главный герой, который ищет ее, ее отец, который вот в этой Одиссеи поиска сына своего, в смысле ребенка своего участвует, прилетает в Кишинев, это и между рейсами занимается исследованием, и в Москву прилетает, и между рейсами в Москве тоже, в справочные столы, и в потенциальные семьи, которые могли бы взять ребенка, приходит. В общем, этот фильм заметили, фильм из-за всяких бюрократических взаимоотношений международных кинофестивалей, точнее, советских, советского руководства культуры, Фурцева, и прежде всего министра культуры хрущевской эпохи, с международными фестивалями, приводит к тому, что фильм, который мог бы стоять в конкурсе венецианского фестиваля, попадает только в боковую информационную программу, показывается в малом зале, но тем не менее в этот зал приходит большое количество заинтересованных, потому что, конечно, оттепель, новая волна возникла раньше всего в Азии. Оттаивать прежде всего начала имперская, назовем ее квантунская Япония. И первая оттепель случилась в Японии, потому что, начиная с 51-го года, японская новая волна, Куросава, уже известна миру и пошла она быть известной миру именно с венецианского фестиваля. Все первые фильмы Куросавы получили свои главные награды именно в Венеции. Поэтому новая волна уже известна. Вторая новая волна во Франции и одновременно эта новая волна идет из России. Это волна кинематографа оттепеля, и это три основных фокуса. Французский кинематограф, японский кинематограф и кинематограф советский. Поэтому в маленький зал на Колыбельную на Венецианском фестивале набиваются люди и приходит не кто-нибудь, а один из ведущих кинокритиков и киноисториков мира Жорж Садуль, который тут же пишет в Леттер Францез статью, где он пишет, что обратить внимание необходимо и следить за кинематографом Михаила Калика, потому что это яркая звезда советской новой волны. Это его термин. Первый раз кинематограф оттепеля новой волной называет Жорж Садуль, критик с коммунистическими взглядами, автор самой многотомной истории кино, которая переведена на русский язык, шеститомной, а по факту семитомной истории кино. Он пишет в Леттер Францез о Михаиле Калике. И дальше у фильма есть некая международная судьба, потому что удивительное ханжество руководства культуры Советского Союза, когда за границей движению фильмов их славе и славе режиссеров позволяли происходить, а в Советском Союзе эти фильмы не выходили и клались на полку. Вот фильмы Михаила Калика были вот в таком формате, при том, что с Колыбельной был порядок, она все-таки появилась каким-то образом в прокате, хотя фильм был странный, он был странен именно языком, а циррелистический канон и курирующие его руководство культуры и кино, госкино так называемое, они, собственно, начинали стрельбу, начинали отстрел тех проявлений киноязыка неформатных, которые именно в оттепеле-то и стали как элемент оттаивания киноязыка, оттаивания социалистического канона себя проявлять, то есть на фильм положили глаз и чиновники, они считали фильм странным. Надо сказать, что одним из авторов сценария был такой очень крупный драматург, очень интересный, о котором я, возможно, сделаю отдельную лекцию, Авенир Зак, отец известного киноведа, одного из наших канонических советских киноведов, и знаменитого драматурга, и сам знаменитый драматург, вот он дебютировал на Колыбельной, то есть вместе с Каликом, элементами его авторского тела становилось очень много значимых для советского кино дебютантов. Вот Авенир Зак, один из этих дебютантов, потом одна из новелл, новелла Авенир Зака, одна из десяти новелл, стала сценарием фильма, одного из трех самых знаменитых фильмов Моисея Калика «Любить». Что еще важно сказать? Это все Молдова фильм, и высшее достижение Молдова фильм и Калика. Это следующая картина, которая вышла через несколько лет. Да, значит, важный момент. Я говорил, что авторское тело включает композитора Микаэла Травердиева. Это прямо прямой соавтор всех фильмов Михаила Калика. Но Колыбельное исключение. Музыка в Колыбельной запоминается, музыка работает, Калик очень активно использует музыку, он даже с избытком использует музыку, поднимая поэтичность своего киноязыка, вот в прямом таком смысле не в том, что оригинальная поэтика. Музыкой в 50-е годы и социалистический канон заливали, ни слова без музыки не происходило. Но именно то, как акцентирует музыку в своем фильме Михаил Калик, поднимало на поэтический уровень его фильмы. То есть элемент его поэтики была музыка, но музыка приближала фильмы к поэзии. А вообще надо сказать, что если мы говорим о поэтике Калика, то поэтика все-таки поэтическая. Несмотря на то, что методы, методы разрушения нарратива, а в поэзии тоже может быть линейный нарратив. Есть поэмы, которые линейно нам повествование задают просто в рифмованном виде. Так вот, композитором и соавтором Калика на фильме «Колыбельная» второй раз и последний стал Давид Федов, который был его композитором на «Атамане Кодре», и которому принадлежит замечательная музыка в лучшем эпизоде эпизоде свадьбы «Атамана», то есть Тодора Табултока и Юстинии. Больше с Федовым не работал. Калек работал с Таравердиевым. Все основные фильмы, все главные три фильма, в том числе и главный шедевр «До свидания, мальчики», сделаны на музыку Микаэла Таравердиева. Проходит какое-то количество лет, прежде чем Калек снимает следующий фильм, потому что «Колыбельная» это 59-й год, а «Человек идет за солнцем». «Колыбельная» черно-белый фильм, «Человек идет за солнцем». Цветная картина, она выходит через два года, в 61-м году. Тут важно сказать, что появляется новый элемент в эстетике, усиливаются те элементы, которые уже наработаны. Я говорил, что есть в колыбельный субъективный взгляд младенца, младенца, грудного, несоображающего младенца. Так вот, следующий фильм, вся фабула построена, а действие происходит в течение одного дня, точнее, суток, как субъективный взгляд ребенка. Мальчика шести лет, которого зовут, сейчас скажу, это важно, Санду, его зовут, персонаж Санду, его сыграл мальчик, который больше, молдавский мальчик Ника Кримнус, который никогда в кино больше не появлялся. Он так и проходит в титрах, Санду, мальчик, идущий за солнцем. Так вот, здесь ярко проявляется еще один элемент эстетики калика, это использование, во-первых, титров, во-вторых, использование вокальной декламации. Титры во всех трех основных фильмах титры, то есть надписи в эстетике немого кино, во всех трех основных фильмах Моисея Калика играют принципиальное значение, элементы его поэтики, они являются важными акцентами, и начиная как раз с картины «Человек идет за солнцем». Значит, фабула, как я сказал, в течение суток мальчик, который слышит от друзей историю, что оказывается, если идти за солнцем, то есть по направлению заходящего солнца, ты, земля круглая, ты придешь в то же место, откуда ты вышел, и он начинает идти за солнцем. И, собственно, все. Больше никакого сюжета нет. Мальчик идет за солнцем. Понимаете, да? Чистой воды поэзия. То есть интересует Калика не социалистические достижения, в чем обвиняли потом его. мальчик идет не смотреть на наши социалистические достижения. Мальчик не помогает выращивать главный продукт молдавский, кукурузу. Буквально это цитаты из обсуждения в ЦК Компартии Молдавии. Значит, мальчик просто идет по городу, по Кишиневу. Очень красивый Кишинев. Кишинев, кто был... Это очень зеленый город до сих пор. Это практически лес с какими-то такими всполохами зданий. И солнце там соответственно очень ко всему к этому зеленому ландшафту ложится. Красное солнце, фильм, я говорю, очень яркий, часто снят через фильтры, потому что субъективное зрение мальчика предполагает, что он смотрит через разноцветные стеклышки. Все, собственно, вся история, всю историю он получает, когда он каких-то то ли знакомых, то ли не очень знакомых пацанов приглашает посмотреть через разноцветные стекла, потому что по его теории солнце зеленое. И после того, как он показывает чудо зеленого солнца своим друзьям, один из друзей, чтобы как бы тоже что-то о солнце новое сообщить, сообщает ему эту историю, что можно за солнцем идти и придешь, вернешься в ту же точку. И эта так мысль потрясает его, что он начинает двигаться и видит, ну, все, что происходит в городе. От рождения он встречается с парнем, который ждет, что жена должна сейчас родить, до похорон. Да, Калика интересует солнце как великая субстанция жизни, чисто поэтический интерес к солнцу как великая субстанция жизни. Все, вот единственный интерес мальчика, который поэтическими средствами кинематографа реализуется. И больше никакого сюжета. Вот эту чепуху, там, милиционера, которому говорит, сегодня ты за солнцем идешь, а завтра будешь хиппи хвалить, ни с того, ни с сего, такой элемент хрущевский, значит, выпрыгивает. и мальчик проходит вот весь этот круг того, что он встретит в будущей жизни от рождения до смерти. То есть чисто поэтический набор элементов. Диагональные кадры, то есть продуманные по линейке кадры, съемка через фильтр, необычные кусочки психоделии, когда чисто визуальный эпизод без комментария, что-то снималось не в Кишиневе, например, сцена танца трех граций с красным мечом снята на стадионе Кирова в Ленинграде после матча Зенита и молдавской национальной команды, которая тогда называлась Молдова, сейчас она носит какое-то совсем национальное название. Так вот, то есть использовались и сцена там, колоннады Росси тоже используются, в финальной сцене, когда уже совсем круглое солнце, колоннады Росси и мальчик с сапожником, которого он до этого встретил без ног, который вдруг получает воображение мальчика ноги и ведет его к солнцу. То есть вот такие вот визуальные элементы. И надо сказать, что все построено вокруг формы солнца. До абсурда построено, то есть если монтаж аттракционов классический, если девушка несет три шарика, там есть эпизод, когда мальчик наблюдает за влюбленной девушка, идущей на свидание, у нее три шарика. Если девушка несет в кадре три шарика, то с ней следующий кадр монтируется, когда другая, уже не девушка, а бабища, несет на плече в сетке три арбуза. А потом три грации танцуют, но они танцуют с огромным красным мечом, который рифмуется с солнцем. А мальчик полфильма катит обруч, такая игра городских, городских, не деревенских, в основном мальчиков, когда они колесико обруча катит. Или голова гонщика, который по кругу, опять же, круг гоняет по вертикальной стене, его играет Евгений Истегнеев, и вдруг в какой-то момент мальчик в дырочку, в круглую дырочку подглядывает за ним, и вдруг гонщик снимает шлем, а там, оказывается, лысая голова. Истегнеев, по-моему, всегда был лысый с рождения. Он там уже лысый абсолютно, при том, что это 61-й год. И мальчик говорит, да у него круглая голова какая-то, то есть тоже удивляется это мургулова. А гонщик разочаровывает мальчик, поскольку оказывается любителем керамики и боится свою жену, которая жарит ему яичницу на круглой сковородке. И один из главных элементов авторского тела, трех главных фильмов Михаила Калека, советский и потом французский актер, тоже эмигрировавший, лев круглый, тоже круглый, тоже с солнцем рифмуется, и в титрах это есть. Замечательный актер, сыгравший вот три очень важных эпизода в трех важнейших фильмах Калека. В общем, тема круга, шара, круговое движение а-ля у Русевски тоже есть в операторской работе. То есть все работает на визуальную, на визуальность, не на нарратив, а на визуальность, на визуальный нарратив. Но визуальный нарратив это немножко оксимарон. Поэтому просто на визуальность, на образность, на эмоциональную реакцию на образ. Вот такая картина, она так и останется самой экспериментальной картиной Калика. Да, провокальные, провокальные, провокальные пропевания текста. Значит, культовая певица эпохи оттепели, главный голос оттепели, Майя Кристалинская, поет в финале фильма песню «Твои глаза», которая, в общем-то, не песня, а стихотворение, поскольку это пропевание на музыку Теравердиева, пропевание стихотворения последнего футуриста, поэта Семена Кирсанова «Твои глаза». Вот это новый элемент, который тоже потом встраивается авторским элементом в последующие фильмы Калика. Вот это вокальное такое исполнение некоего текста. Вообще с текстами у него интересные взаимоотношения. Титры, текст, закадровый текст иногда и текст в виде песни или песня в виде текста. Значит, фильм был замечен, фильм получил приз в Лакарно, диплом почета, то есть на втором после Венеции по старшинству фестиваля, поскольку два старейших фестиваля были созданы усилиями Муссолини в Венеции в 1938 году и почти сразу после этого в итальянской части в кантоне Тичино в Швейцарии, недалеко от Милана, любимого города Муссолини его родины. Вот. Фильм был замечен на родине, чиновники его ругали за экспериментаторство, за формализм, за отсутствие сюжета. Был разбор в ЦК КПСС, сначала был разбор в Центральном комитете Молдавской коммунистической партии, где вот первый секретарь, друг Брежнева, говорил, что мальчик идет, зачем, чего он видит, всякую чепуху, всякую ерунду, а не наши социалистические достижения. А его заместитель с характерной для советского времени фамилией Постовой говорил, что мальчик вообще куда идет, за солнцем, на запад идет. Что это такое, куда он идет? Ну, в общем, вот такие вот ужасные советские вещи. Естественно, фильм был на полку отодвинут, но тем не менее он был замечен даже на уровне рейтинга по итогам года журнала «Искусство кино». Он занял второе место после фильма «Девять дней одного года», знаменитого канонического фильма «Оттепель», второе место, это очень значимо. Ну и, конечно, международная пресса писала, шведский писатель Артур Лунквист писал в журнале «Вив» в 1962 году, что режиссер обладает, его язык обладает чудом поэтической непосредственности. Чудо поэтической непосредственности. Благодаря этой критике мы имеем тексты, в архиве имеем тексты о Калике, потому что советской критики такого уровня не было. Не то, что хорошей критики не было, фильм был задвинут, искусство кино в рейтинг поставило, а хороших текстов, где на грамотном профессиональном языке анализируется поэтика и эстетика Калика, на русском языке нет. Тем не менее, чудо поэтической непосредственности. Следующий фильм собственно является на мой вкус, да и не только на мой, главным шедевром Михаила Калика. Это картина, которая называется «До свидания, мальчики». У нее более объемная история. Она снята уже через три года, в 64-м году. И это очень важная картина. Как я сказал, Калик не был человеком военного поколения впрямую, он не был ветераном, он не попал на фронт по малолетству, но он тем не менее, разница внутри поколения где-то между, там от 8 до 12 лет считается. Вот если 12 лет, все, это уже следующее поколение, а внутри вот этих 8-12 это люди одного поколения. И люди его поколения, это были те люди, которые ушли на фронт, воевали. И многие из них, большинство из них погибло. И их возлюбленные погибли. И поэтому, да, и плюс фильм о войне, это та лазейка, про которую я рассказывал, лазейка в киноязыке, когда ты свой киноязык можешь значительно расширить и обогатить, поскольку тема дает тебе определенную индульгенцию от катка социалистического, от канона, от катка канона социалистического реализма, от советской цензуры. Ну вот, такой фильм делает Калик. «До свидания, мальчики». Название, которое взято из названия повести Бориса Балтера, замечательного нашего журналиста, писателя, драматурга, который стал таким диссидентом по неволе, подписав в период отеспили письма в поддержку осужденных Гинсбурга и Голландского, он попал вот в такие вынужденные диссиденты, перестал печататься. Последний раз фрагменты его незаконченной повести Самарканд печатал журнал «Юность», который печатал до этого и повесть «До свидания, мальчики». И все, и больше он никогда не печатался и рано ушел из жизни в такие, в общем, непреклонные годы. Так вот, Борис Балтер, повесть его переиздавалась много раз, написал эту повесть как автобиографию свою. Сам он родился в Самарканде, но детство и юность провел, точнее, юность провел в Евпатории, и все события происходят в Евпатории в один из предвоенных лет, возможно, прямо в 1941 году. Повесть в оригинале, когда она вышла в таком неприятном для советской власти, тем не менее, существующем при советской власти и редактируемым каноническим писателем и тоже очень важным для оттепеля писателем советским Константином Паустовским, одесситом, человеком, обладающим тоже языком поэтических мемуаров, потому что главная его книга – это шеститомные мемуары о жизни в Одессе, который начинается жизнью в Одессе. Так вот, Константин Паустовский жил тогда в Тарусе, очень болел и редактировал Тарусские страницы. Это был такой альтернативный альманах, в этом альманахе вышла повесть, тогда она называлась «Трое из одного города». Автобиографическая повесть Бориса Балтера, потом, может быть, под влиянием, она вышла в 61-м году и потом была переиздана в журнале «Юность», и ее прочитал в Тарусских страницах Моисей и Михаил Калик, и тут же начал сотрудничать, так она его задела, он понял, что это ключевой сценарий для того, чтобы снять фильм о войне и об этом поколении, потому что «Колыбельная», так она немножко покасательной к этому поколению, там были младшие люди, которые родились во время войны, главные герои Аурика, а здесь совсем об этом поколении, которое было опылено войной, и он предлагает изменить название, и название становится строчками из знаменитой песни, стихотворения Булат Шалча Куджавы, человека военного поколения, ветерана, «Ах, война, что ты сделала подлое, опустили все наши дворы», вот там есть строчки «До свидания, мальчики», песня написана в 58-м году, Аку Джаву очень долго подходил к этой песне, потому что эта песня о себе самом, о его поколении, это очень важная в его творчестве песня, она обладает самым проникновенным авторским исполнением, самыми проникновенными авторскими интонациями, при том, что авторское исполнение своих текстов у Аку Джавы вообще на высоте, вот эта вибрирующая, такая слабая, нежная, такая почти женская интонация, вот в этой песне она проявляется в самом таком остром ключе, так вот, они берут название «До свидания, мальчики», а надо сказать, что песня 58-го года и строчки из нее, фильм «До свидания, мальчики» 64-го года и скульптурная группа Даниэля Метлянского, которая стоит в Мерзляковском переулке в 110-й школе с продвинутым изучением испанского языка, которая называется «Реквием 1941 моим одноклассникам, погибшим на войне». Вот эта скульптура Даниэля Метлянского, очень маленькая скульптура, пять фигурок, уходящих на фронт, школьников прямо со школьного двора, который в Мерзляковском переулке, в Арбатском переулке стоит. Это вот такая триада очень важных эмблематических, эмблематическая фигура, такая троица военного поколения визуализации. Потому что песня Акуджавы в авторском исполнении с его вибрирующими интонациями это очень визуальная песня. Она создает эффект присутствия, эффект видимый, потому что там очень конкретные детали, не абстрактные поэтические образы, очень конкретные детали. Опустили все наши дворы, наши девочки платьицы белые, раздарили сестренкам своим и так далее. Все это прямо очень кинематографично. Потом фильм, который просто поэма о юности. Этот фильм можно назвать «Тремя товарищами эпохи оттепели», адресуя потерянному поколению Веймоска республики ремарком описанный в своем тоже вполне себе документализированном, документализированной поэме «Три товарища». Вот это «Три товарища эпохи оттепели». Или другой фильм этой эпохи 1958 года и Вителони «Маменьки сынки Феллини» тоже похож по сюжету и тоже кончается отъездом из родного города провинциального этих трех главных героев. То есть вот такая вот тоже триада выстраивается. Так вот этот фильм это один из важнейших фильмов, один из важнейших образов вместе со скульптурной группой и песней визуализирующих вот это военное поколение. А поэты военного поколения большая часть самых талантливых поэтов просто погибло от Павла Когана начиная и Кульчицкого. Так вот этот фильм это абсолютный шедевр. Снимал его выдающийся оператор тоже живой почти под 100 лет Ливан Пааташвили который даже продолжает преподавать вести мастерские у операторов в Московской международной киношколе. Этот фильм на гениальную музыку Микаэла Тервердиева с его стаккат ксилофонным. Этот фильм где сыграли три абсолютно эмблематические три главные роли три эмблематические фигуры и лица иконы оттепелей Евгений Стеблов я шагаю по Москве Михаил Кононов на мой взгляд главное лицо кинематографа оттепели любые фильмы назовите любого режиссера от Геннадия Полокин там начальник Чукотки до Андрея Тарковского Андрея Рублев везде Михаил Кононов это это главное лицо главное лицо на мой вкус субъективный оттепели Михаил Кононов и третий режиссер точнее третье лицо больше прославившийся как режиссер Николай Достель автор Облака Рай и Петя Перекати Поля он здесь сыграл свою роль это тоже его дебют вообще в кино вот три они сыграли трех товарищей из Евпатории которые призываются к горкомам комсомола в военное училище перед войной и фильм начинается титром помню образами моря Евпатория три товарища перед каждым стоит тяжелый выбор они его делают и тяжелая разборка с родителями у каждой своя у кого-то партийная мама у кого-то еврейская мама сходящая с ума Достель играет такого канонического еврея прекрасные провинциальные еврейские образы Евпатория зона оседлости Российская империя город у моря еврейский город караимский город греческий город поэтому образы очень смачные от мелких эпизодов фотографов на пляже или каких-то дам все это потом очень хорошо вошло в одесских эпизодах у Михаила Швейцера в другом фильме эпохи оттепеля золотой теленок абсолютно он наследует мальчиком он видел этот фильм естественно этот фильм всем понравился музыка Таравердиева впервые появляется известная актриса оттепеля опять же икона оттепеля Виктория Федорова дочь трагически убитой КГБшниками Зои Федоровой актрисы 20-х 30-х 40-х 50-х 60-х годов убитой на Кутузовском проспекте ее матери которая эмигрировала Виктория Федорова уже тоже умерла от рака к сожалению несколько лет назад очень тяжело болела стала американской актрисой но тоже карьера не очень задалась а как лицо оттепеля она была важнейшим лицом оттепеля фильм двое такой тоже канонический фильм оттепеля вот Виктория Федорова здесь дебютировала фильм был подвергнут цензуре цензурным изъятием и за еврейские образы и за образы реакции еврейской семьи на партийные значит всякие решения а надо сказать что там играли и звезды и там Ефим Капелян выдающийся советский актер сыграл образ недовидимого во всей троице жестянщика и там есть эпизоды которые цитируют потом своей наследнице по прямой Сергей Соловьев там когда ребята приплывают на танцевальную площадку и с моря мокрые как они есть прямо на площадку попадают это прям у Соловьева в наследнице по прямой прямая цитата я не знаю снимал ли он и в Патуре скорее всего в Ялте но тем не менее цитата легко читается замечательная картина титры страшные титры первый титр помню второй титр впереди мне казалось меня ждет только одна радость страшный титр маму я больше никогда не видел даже мертвой в общем совершенно поэтич поэма о юности поэма о юности о юности от которой остался только один герой Стеблова выживает прямо во время фильма от авторов мы узнаем кто и как погибает причем все погибают той самой судьбой советской потому что герой Конона там он пишет погиб под Новоржевом вы представляете котел под Ржевом один миллион сто тысяч человек Жуков положил просто так как мясо Путин сейчас открывал памятник и сейчас в общем довольно официально уже признают эти потери хотя каноническая история просто называет это Ржевским котлом а детально не расписывает хотя огромное количество книг и немецких историков и советских немецких историков и постсоветских немецких историков и постсоветских историков про этот Ржевский котел самый ужасный котел где просто были был гикотомб советского пехотного воинства в один миллион сто тысяч человек под маленьким городом в Тверской области который был уничтожен стерт с лица земли так вот он герой Кононова погибает под Новоржевом в 41-м уже году герой до столя не рассказывается о чем но пишется что был реабилитирован посмертно в 56-м году и мы сразу выкладываем историю при том что в конце фильма он едет в Кировскую академию в Ленинград он хотел быть врачом и его направляют в Кировскую военно-медицинскую академию то есть ему повезло потому что парни пошли в пехотное училище при том все трое хотели остаться в мореходке служить как три товарища все вместе не удалось они говорят мы же ходим они ялик там красят весь фильм и потом на нем выходит море в финале в общем замечательный поэтический фильм там есть и наследие кота его сбелеет парус одинокий при том что эпоха немножко изменилась фильм который нельзя не видеть и фильм на котором в общем даже не будучи сентиментальным человеком нельзя не плакать потому что если говорить о вот этой травме Великой Отечественной войны есть несколько фильмов которые бьют не в бровь а в глаз и вот три какие-нибудь фильмы можно назвать у каждого они свои у меня первым стоит до свидания мальчики вот потому что это фильм очень трагический цензурное изъятие не очень большой прокат тем не менее весь мир тоже этот фильм видел поскольку травма войны в Европе вы понимаете она в другом измерении но тоже все живые люди естественно таким новым таким поэтическим языком рассказаны это это самое яркое произведение на мой вкус вот это ее винильный новые волны а это новая волна кинематограф Оттепель это новая волна советского кинематографа она находилась и в диалоге потому что смотрели фильмы друг друга и созвучно по эстетике по легкости по воздушности по отрицанию папиного языка по разрушению канонов по разрушению канона линейного нарратива и следующая картина 68-го года неудавшаяся картина не сложившаяся картина считающаяся третьим шедевром Калика уничтоженная цензурой картина не сохранившаяся картина подтолкнувшая автора уехать из советского союза эмигрировать в Израиль и не вернуться картина которая называется любить опять же важный момент титры подверглись уничтожающей цензуре потому что в титры режиссер взял не просто цитаты а цитаты из песни-песни Соломоновой царь Соломон или Экклезиаст библейский персонаж и соответственно советский режим такую наглость заглавя как библейские цитаты весь фильм выдержать не могли подвергность цензуры фильм совмещал документальные документальные съемки которые произвела замечательная наша режиссер и в том числе автор ювенильных фильмов наш документалист и режиссер игрового кино Инесса Туманян это буквально ее дебют ну вторая работа как режиссера хроники она делала эту городскую хронику открытой камерой с микрофоном скрытой камерой и игровые эпизоды причем игровых эпизодов по текстам разных авторов молдавские корни работают тексты классика молдавской литературы Иона Друце тексты Авенира Зака Владимира Кузнецова то есть разных авторов должно было быть 10 текстов 10 новелл если фильм человек идет за солнце использовали фильтры и рифмовался с калейдоскопом который мальчик видит вот знаете калейдоскоп переливается этими стеклышками разноцветными в трубу которая имеет тоже форму круга так вот если там это сделано в эстетике калейдоскопа то здесь это сделано в эстетике мозаики близкой к калейдоскопу когда из новелл складывается и из хроникальной съемки перемежается титрами причем первый титр идет следующий несколько необычных историй с анкетами и наблюдениями то есть анкеты и наблюдения сразу отсылают к документальному к социологии к антропологии реальности но даже эта строчка первая подверглась цензуре она была подпись под названием любить потому что в оригинале она звучала несколько необычных любовных историй и это показалось фривольным цензуре я читал всю подробно переписку чиновников между собой страховки киноведов которые поддерживали чиновников вот это надо вырезать то надо вырезать это и аргументировали очень хорошо аргументировали иногда как избавлялись от фривольности потом частью хроникальных кадров было пять эпизодов с протеереем Александром Менем первое появление протеерея Александра Меня которого где-то в подмосковном маленьком приходе нашла Инесса Туманян и отсняла с ним интервью и эти интервью стали вообще стержнем этого фильма это его первое появление на экране а он богослов и он обладает удивительной харизмой удивительным обаянием он еще молод тогда и удивительной постановкой речи она артикулирована осмысленная и он становится по смыслу центром этого фильма это не понравилось что единственный центр это священник все остальное поломанное а вся социология давала реальные цитаты и в том числе скрытой камерой снятой людей с улицы они высказывались про любовь кто-то котетничал кто-то фарисействовал кто-то был циничен кто-то рассказывал как он ходит на съемочную площадку и снимает по 3-4 девушки каждый вечер кто-то рассказывал как он внебрачным сексом занимается ну в общем все это не понравилось это было очернение советской действительности при том что в описании эта тема она так и задавалась то есть реальность любви основная тема любовь против смерти все было заложено в оригинале не понравилось титры из песни-песни разрушены Александр Мень разрушен третий эпизод просто в итоге осталось три эпизода третий эпизод чужими руками Калику не дали он формальный фильм тоже к Молдове фильм как к студии имело отношение Калику не при том что снималось в Москве и в Ленинграде Калику не дали самому свой фильм исправлять разные люди разные команды по указке Госкино фильм резали причем это задание не устраивалось Госкино пересылали на Молдову фильм на Молдову фильм другая команда цензурировала в общем страшные приключения которые привели к тому что Калик начал судиться с Госкино через Всесоюзную организацию по авторским правам которая даже написала письмо по поддержку но это не помогло Госкино как-то обошло ссылаясь на уголовный кодекс и тогда Калик начал судиться уже по уголовному кодексу то есть реальный судебный процесс захотел инициировать в защиту своих авторских прав свое авторское видение на фильм любить но чиновники обошли поставили на стоп уголовному делу нашли отмазки обходы в уголовном кодексе и посчитали что права остаются в большей степени за студией а студия так сказать сама занималась цензурой в общем фильм был изуродован до неознаваемости осталось две авторские копии одну хранил предыдущий директор то ли массфильма то ли молдова фильм сейчас не скажу в общем на студии она хранилась но пришел другой директор и приказал ее смыть ее не смыли а сожгли даже вторая копия хранилась у Калика но поскольку все эти перипетии привели к тому что перипетии наверное в русском языке привели к тому что он подал заявление на Алию на исход на отъезд в Израиль его демонстративно устроили обыск искали все что найдут сам издат который он предварительно понимая что будет обыск передал друзьям а обыск делали публичный чтобы другим было неповадно подавать на Алию и нашли эту копию и забрали в КГБ и он очень причем под видом оба ХСС то есть формально обвинение было в чем в том что Калик поскольку его фильм не выпускает а он не выпускает по цензурным соображениям а он имеет авторскую копию он показывает как было принято авторскую копию показывает во всяких клубах по Советскому Союзу его приглашают официально с ним подписывают договор и он берет за это деньги и ему предъявили неофициальную бизнес активность это подвергалось уголовному преследованию поскольку это какие-то нелегальные доходы к нему пришло оба ХСС то есть организация которая следила за нелегальными доходами граждан то есть она называлась оба ХСС организация по безопасности сохранения социалистической собственности что-то такое я сейчас уже не помню детально дурацкая организация но он говорит что под видом оба ХСС пришли КГБшники которые этого не скрывали и копию они и многие вещи реквизировали все деньги все сберкнижки они хотели оставить отъезд Калика просто без денег под предлогом уголовного дела и это был пример чтобы никто не подавал на Алию и эту копию забрали он обрадовался он сказал они поставят на нее на копии знаки Хэвэ и не Христос воскресе а хранить вечно как на моем деле про который он узнал при реабилитации и она будет храниться там где-то в недрах КГБ и я потом ее найду но к сожалению в 89 году он вернулся найти копию не удалось в 89 году он вернулся после длительного отсутствия после жизни в Израиле он поехал в Госфильмофонд он искал там Сиаму он нашел специалистов которые нашли в Госфильмофонде копию она оказалась тоже изуродной прокатной но другой после первых цензурных изъятий а не после вторых на Молдову фильм они восстановили третий эпизод с Менем восстановили все титры благодаря специалисту который там восстановил из ничего изображение восстановили титры песни-песни Соломоновой но в общем фильм был изуродован и он не смотрится цельным из 10 новелл в итоге уже даже в монтаже Калика вошло 5 всего пятое потом из-за перерасхода средств при съемках и цензурных изъятий с эротической сцены убрали из каждой сцены что-то убрали постельные сцены убрали а там по Иону Друци самая красивая эротическая сцена в Молдавии в деревне условно говоря секс в стагу двух молодых людей которые тут же переходят в свадьбу документальные съемки традиционные деревенской молдавской свадьбы очень смачные очень красивые съемки хроника тоже видимо Инесса Туманяна снимала в Молдавии в общем все было уничтожено фильм был изуродован при том что даже вот этот авангардный метод совмещения документального и игрового наследовал Жану Ружу его фильму 61-го года хроника одного лета и это уличная социология уличная антропология реальности скрытая камера открытый микрофон все это говорил о том что это продвинутая технология киноязыка продвинутая эстетика настоящая новая поэтика поэтическое кино в новом формате все это никак не помогло фильм был практически уничтожен то что мы сейчас видим это обломки да там музыка Теравердиева да там съемки Инессы Туманян да там Александр Мень да там опять Лев Круглый в чудесном эпизоде со Светланой Светличной а Светлана Светличная уже играла в Колыбельный потенциальную дочь главного героя Одиссея и вообще надо сказать что Калик по такой еврейской традиции работал с авторскими коллективами многие актеры композиторы появляются у него постоянно он их возит и на Молдову фильмы в Ленинграде их снимает то есть он ценил тех людей с кем удалось подружиться и они о нем хорошо вспоминают Светлана Светличная появляется у него в автобиографическом фильме Теравердиев уже в качестве самих себя в общем фильм был уничтожен потом Израиль потом фильм Трое-одна про который рассказал такая драма по Мальве Горького и финал в 89-м году он приезжает и снимает здесь на деньги которые собрал и в Израиле и в перестроечной России картина Возвращается ветер я понимаю что это рифмуется с названием знаменитой книги одного из первых наших диссидентов Владимира Буковского покойного это мемуарная книга Возвращается ветер но оба названия цитируют один и тот же источник я его сейчас зачитаю идет ветер к югу и переходит к северу кружится кружится на ходу своем и возвращается ветер на круги свою это первая глава книги Экклезиаста это опять библейский текст и вот цитата из библейского текста из древнего еврейского текста царь Соломон еврейский царь берет Михаил Калик и делает автобиографический фильм который перемежается хроникой так же как и в колыбельной которая очень сильно хроника в колыбельной она забегает вперед она нам показывает то что будет и мы не питаем никаких иллюзий мы знаем что будут титры титры в фильме до свидания мальчики забегают вперед и мы не питаем никаких иллюзий и здесь мы тоже не питаем никаких иллюзий здесь хроника становится визуальным референсом тут есть и съемки похорон и прощания в Госсете с Соломоном Михоэлсом и есть переснятые заново поскольку это нельзя было снять эпизоды с Эйзенштейном и с Черкасовым играющим Ивана Грозного и с Серафимой Бирмой Бирман и с Евдокией Турчинской в Алма-Ате есть съемки на зоне но поскольку съемки на зоне нельзя было снять это съемки игровые и они очень смачно сделаны и они сделаны до того дошло что в 2000 году французская съемочная группа которая снимала фильм Джазмен из ГУЛАГа про Эдди Рознера про нашего создателя советского джаза который отсидел полный срок в ГУЛАГе в 2000 году они купили 6-7 минут эпизодов игровых черно-белых эпизодов снятых каликом для своего фильма и возвращается ветер 91-го года они их купили как хронику они сказали что настолько но он говорит ну сделал как помнил мне так все это вошло в жизнь что я снял как было это действительно очень такие шершавые эпизоды и с погрузкой трупов и эти трупы сделаны это выдающийся эпизод Олег Гущин актер театра Маяковского сыграл самого Калика в начале документальные эпизоды где все за столом сидят встречают Калика и Юрий Никулин актер который играл в одной из новелл вместе с Андреем Мироновым и с другими классиками нашей кинематографии в фильме «Любить» с Татьяной Васильевой с Игорем Квашой там куча звезд играет у Калика Папанов играет в «Человек идет за солнце» Евстигнеев в фильме «Любить» там вырезан в эпизоде был полностью значит этот фильм открывается прологом приездом прямо даты все даты автобиографические даты и важные даты в жизни Калика маркируются титрами и дата приезда это первая дата и документальный эпизод Тервердиев светличная Юрий Никулин все сидят за столом празднует приезд Калика поход на могилу отца и матери Калика Наума и Лейбы значит и потом все ключевые эпизоды его жизни восстанавливаются в том числе реакция на шестидневную войну в том числе цитаты про абстрактного гуманиста в том числе блестящий эпизод изнасилования в 15 лет в алматинской ссылке в том числе эпизоды разбора и разговора с ректором после реабилитации и разбора фильмов на киностудиях все это восстановлено удивительным образом нету кроме хроники и титров авторского языка Калика но авторское тело настолько глубоко поскольку автобиография лежит в фильме что очень глубокое сопереживание вызывает поэтому собственно и называется этот фильм русским о морковке и поэтому его стоит конечно видеть потому что это биография судьбы судьба режиссера судьба режиссера которого режиссуре учила она сама в лагере в гулаге вот это все что я сегодня хотел рассказать конечно я что-то как всегда забыл но это дает повод вам познакомиться с режиссером я рекомендую начать до свидания мальчики и до свидания мальчики даст вам ключ к тому смотреть ли еще парочку фильмов Калика или не смотреть а если вы хотите смотреть то надо потом смотреть человек идет за солнцем колыбельную ну и возможно любить надо сказать что после любить поскольку пока шла разборка у Калика есть еще одна картина 69 года цена телевизионная картина такая нетипичная для Калика с замечательными актерами с Михаилом Глузским там с последней роли Тусузова нет не Тусузова Льва Свердлина последняя роль такого классика советского кино это экранизация пьесы Артур Миллера знаменитого драматурга американского супруга Мэрилин Монро цена картина благодаря тому или из-за того что Калик уехал как и все картины Калика легла на полку если все картины и человек идет за солнцем и до свидания мальчики были положены на полку но их видел зритель и о них писала пресса и в том числе международная то эту картину никто не видел 20 лет и 69 плюс 20 только в 89 году она впервые вышла а картина любить она уничтожалась в эстетике сталинского гулага то есть в сталинском гулаге была такая методика которая в своей мемуарной в мемуарном тексте страницы жизни абстрактного гуманиста которая в 96 году вышла Калик описывает так что некоторых чтобы статистику смертности не повышать от естественных причин в зоне некоторых выписывали из зоны говорили все твой срок окончен доходяк и они умирали уже за пределами зоны там в течение недели поскольку были так истощены вот так же убивали фильм любить это сам Калик считает что была такая методика фильм в широкий прокат не выпустили никаких сотен копий как у разгрома не было выпустили на по-моему 8-12 копиях показывали там сям причем Суслов персонально написал на одном из фильмов по-моему на до свидания мальчики Суслов то есть главный идеолог брежневской эпохи написал в стране не показывать за границу не отпускать дословно сохранилось в архивах вот это рукой Суслова написано вот такая была методика казнить нельзя помиловать вот такая фигура начните с до свидания мальчики потом человек идет за солнцем возможно любить а все остальное по желанию и возвращается ветер эта картина другая это картину которая даже если вы не хотите смотреть Михаила Калика вы должны посмотреть поскольку это уже не про Калика несмотря на то что это автобиография это панорама Родины это очень сильно сделанная картина сделанная простым языком не тем языком о котором я рассказывал это картина сделанная линейным нарративом хотя он фрагментарен поскольку всю автобиографию поместить в один фильм невозможно было как засунуть живого 90-летнего человека маленький фильм в общем на этом я хочу закончить спасибо спасибо Продолжение следует...